Итак, начинаем наш стрим. Как и было обещано, сейчас мы проведем интервью с человеком, который 14 мая вышел на одиночный пикет с плакатом «Всем по 500» на площадь Ленина. Сейчас мы поговорим с ним, спросим, в общем, по какой причине он вышел, что предшествовало этому и вообще пусть человек расскажет о себе. Итак, первый вопрос. Состоял ли ты в каких-нибудь организациях оппозиционных и каких политических взглядов ты придерживался и придерживаешься, ну и изменились ли они после эпикета? То есть чтобы люди знали, вот ты вообще как связан с политикой или не связан с политикой. Ну и о себе там немножко рассказать. Ну чтобы рассказать обо мне еще, обыкновенный человек со своими интересами, как и все люди. Где-то до 2017 года я никак политикой особо не интересовался, пока не начали приходить так называемые письма счастья по тунецкому декрету. Мне они лично, мои семьи не пришли, но пришли родственников. Ну вот с этого все и началось. Самое первое, ну а наиболее близкое знакомство с политикой это было на Оршанском марше тунецов. Заодно посмотрел на нашу я-позицию и на наше руководство, как на себя реагирует, когда люди выходят недовольными с какими-то требованиями, с чем-то, что-то говорят, что им не нравится. В итоге все, что я увидел, это то, что нашему руководству не интересно ничего, кроме управления государством в своих личных целях. Ну хорошо, ясно, буду действовать дальше сам в этом направлении. После 2017 года маршра тунецов так еще сам не работал, думал, может что-то изменится, может наше руководство поймет, что люди недовольны, значит надо что-то менять. Нет, ничего не менялось в лучшую сторону. Декрет был заморожен на какое-то время и тишина. Словно ничего и не было. Но мне нужна была работа, работу я себе найти так и не мог. В итоге это все вылилось в одиночный протест. Так мы называем, и потому что мне это все уже надоело, когда нету работы, нету денег, от руководства страны либо молчок, либо только декрет увеличения пенсионного возраста и траты бюджета то на ледовые дворцы, то еще куда. Вот это все. С этого все и началось. Ни в каких политических партиях я не состоял и не состою до сих пор. Собственно никакие взгляды политически особо не менялись, кроме одного. Если есть какое-то руководство, где бы оно ни было, оно должно исполнять свои функции. Не исполняет, уклоняется, пускай уходит в отставку. Это в лучшем случае. Особенно это касается нашего президента, который превратил страну в свою собственную игрушку. Ему я хочу просто пожелать, чтобы он поскорее ушел на пенсию. Мне он уже надоел. Как и многим белорусам также. Да, во многом, конечно, я с тобой согласен полностью. Также участвовал в марше этих тунеядцев в семнадцатом году. Ну, ладно, тогда мы перейдем ко второму вопросу. Что тебя сподвигло на проведение этого одиночного пикета конкретно? И вот бывал ли ты на других митингах? Ну, ладно, это в принципе уже согласуется с тем вопросом. То есть, вот конкретно, ты говоришь в общих чертах, что отсутствие работы там и все остальное. А может быть, какое-то событие вот прямо незадолго до этого было? То есть, вот что-то разозвило там, заставило выйти? Скажем так, последнее, последнее мое терпение, которое у меня закончилось, это то, когда в Оршанском исполкоме меня вызвали на прием к человеку, который представился специалистом по работе с обращениями граждан. Поговорив с ним, я понял, что наше руководство, скажем так, еще менее компетентное, чем я о нем думал до этого. Плюс, я так и не нашел работу, заканчивали все деньги, которые можно, все банальные причины, которые могут быть. Молчать мне уже надоело, взял, взял, создал плакатик по 500, тут нет, и пошел на площадь. Я свое недовольство высказывать буду только так. Молчать по квартире, в квартире бурчать и не собираюсь как-то делает. Ну, мол, в квартире поговорят о чем-то, что, мол, у вас все плохо, все плохо, ну, надо там что-то делать. Нет, только таким образом. Это один из примеров. Молчать не собираюсь. Надоело. Очень достойная позиция. А как конкретно проходила встреча вот с тем представителем по работе? То есть тебя вызвали, тебе пришло по почте письмо, ты пришел, и то есть что, как вообще, чтобы люди знали, как это представляет себе разговор вот с таким человеком? То есть, что они говорили, предлагали? Скажем так, это был общий разговор о различных темах, которые так или иначе связаны с нашим государством. Я не могу понять, зачем именно они меня вызвали, по какой конкретно причине, но, видимо, они подумали, что я, возможно, мой разговор с этим человеком как-то убедить меня, например, устроиться на работу куда угодно, за какие угодно деньги, лишь бы работал. Как предположение мое такое. Но в итоге вышло, что это стало только еще одной причиной выйти на одиночный пикет. Понятно, то есть они тебе ничего не предложили, ни переобучения не предлагали, да, ни вакансии никакие. В том-то и дело, что уже предлагали и до этого вакансии, и переобучение предлагали. Но сложилась такая ситуация очень интересная, когда зарплаты, вне зависимости от твоего образования, стремятся к минималке. И причем условия работы такие, что хорошего, о них ничего не скажешь. Да, как я тебя понимаю. Я тебя понимаю. Хорошо. Тогда третий вопрос. Тебе не нравится конкретно руководство страны, то есть менеджмент, руководители, президент, или это просто попытка привлечь к себе внимание, то есть в связи с трудным положением, там как-то, я не знаю, показать людям, стимулировать их на борьбу, поднять, то есть что конкретно сподвигло. Мотивы. В моем конкретном случае это пример того, что я молчать не собираюсь на то, что творит руководство. На всех них декрет, увеличение пенсионного возраста и так далее, так далее. Я на это молчать не буду. Мне это не нравится, что у меня такое руководство в стране. Не хотите слушать людей, которые говорят вам, что вы ошибаетесь? Ну хорошо, значит дальше это все продолжится. Я на этом не останавливаюсь. Понятно, то есть недовольство руководством, то есть все тут вместе. Да. Хорошо, а вот расскажи подробнее, как проходил пикет, то есть, ну описание есть в интернете примерно, там через сколько тебя задержали, но было бы интересно людям. Ну вот, кстати, можешь это прикрепить к трансляции, потом вот эти ссылочки на сами новости о человеке, ну чтобы люди могли потом поподробнее знакомиться. Ну в принципе человек может рассказать про это. Да, вот как проходил конкретно пикет, задержание, допрос, то есть в какой форме и как это проходило, ну людям интересно узнать, то есть если они тоже захотят повторить, то что их ожидает примерно. И что было после, про обыск потом. Ну про обыск это вообще отдельный разговор очень большой, но начнем с самого пикета. В принципе, ничего особенного, сделал плакат, вышел на площадь. Оказывается, умение, что я так этим недоволен. Стоял, читал книжку. Все очень просто и очень примитивно. Где-то минут через 10 ко мне подошел человек, сфотографировал меня, то что я стою. Я даже этого человека особо не рассматривал. Я с ним пару слов перекинулся, он ушел. И еще минут через 5 ко мне подошли сотрудники милиции. Одна из них, сотрудница, снимала меня на камеру. Он сказал, что пройдемте со мной для разбирательства. Это я уже вкратце говорю. Ну, прошли, я прошел с ней, и еще один сотрудник милиции был с ней. Никаких особых дружек, скажем так, ничего особо никому не предъявляли. Просто спокойно посадили мне машину, увезли в отделение, там составляли протокол. Но по времени это все длило составление протокола очень долго. Около 7 где-то часов расспрашивали меня о том, о сём, брали какие-то показания. У меня потом уже где-то часов под 6 отвезли меня в суд. И минут за 15 потом этот суд закончился. Дали мне 20 базовых. На суде меня, что самое интересное, спросила судья, как вы относитесь к нашему руководству. Я сказал, что и действия, их уже начинают надоедать и мешают заниматься собственными делами. Ну, она больше никаких вопросов уже не задавала. После этого все, сказала она выйти 7 минут на 5 минут на вынесение решения, как это правильно все называется. Вот через 5 минут она постановила 20 базовых невеличин. Все после этого. Пустили меня домой. Выдали соответствующую бумажку. Куда оплатить? Сколько? Все. С первой частью все. Ну да, то есть вот так взяли, отвезли, допросили. А потом в суде задали только один вопрос. Как ты относишься к руководству? После этого, так сказать, челюсти левиафана захлопнулись окончательно. И все. Тебе вынесли приговор. Нет, на самом суде задавали все обычные вопросы, которые задают обычным людям в этом случае. Это я назвал тот вопрос, который отличался от всех остальных. Я-то уже был на различных судах, например, на судах тех же Маша Тунецек, когда, например, Павла Северинца судили. Таких вопросов, например, ему не задавали. Ну, понятным причинам ему не задавали. Но подобных вопросов я не слышал. Еще ни от одного судьи. Поэтому я именно на нем и акцентировал внимание. Далее обыск. Тогда же это не обыск был, это осмотр. На следующий день где-то около пяти часов приходят двое сотрудников милиции. Хотя позже я выяснил, что это один из следственного комитета. Ашанский отдел. Приходят, приносят постановления, санкционированные заместителем прокурора. Причем, если я правильно все помню, не было написано, кем именно. То есть фамилия Инсава не были. По анонимному обращению, по факту оскорбления должностного лица. Какого должностного лица указано не было. Ну, хорошо. Есть постановление. Я уже сразу понял, что это такое за постановление. Что никакого, скорее всего, дела нет. Это просто элементарное давление. Ну, хорошо. Посмотрим, что дальше будет. Пригласили двух понятых соседей. Начали описывать все, что видят. Самое интересное, что даже описали макулатуру в доме, которая есть. Дальше еще последовал такой интересный вопрос. А какие у вас в двери замки рабочие? Я такой... Ну, это уже точно все понятно, что к чему. Зашли, когда в мою комнату, увидели системный блок. Сразу виделись такой системный блок. Все, это надо описать. То есть выключайте, мы будем его забирать. Хорошо, мол, думаю, ладно. Забрали системный блок. Спрашивают у меня, какие у вас еще есть носители. Ну, имеется в виду флешки, жесткие диски и так далее. Забрали флешку. Забрали съемный внешний жесткий диск. И еще забрали принтер. Ну, хорошо, думаю, ладно. Посмотрим, что дальше будет. Начали, переписали все, что им там нужно было. Не знаю, с какой конкретно целью они пришли. Дали расписаться в протоколе осмотра мне, матери и двум понятым соседям. Спросил их, а почему документы на какие-то на руки, что, мол, вы мне забрали то-то и то-то. Нет, документы не положены. Интересно, вы забрали у меня имущество, как я потом буду доказывать, что кто-то ко мне приходил, что-то забирал. Нет, документы не положены. Ладно, хорошо, допустим, даже такой вариант. Забрали все то, что они изъяли, назовем это так. Хотя я считаю это самым настоящим воровством, прикрытым законом. То, что они украли и возвращать мне хотят по каким-то, назовем коротко, политическим причинам. На следующий день в среду, где-то в обед, хотя я точно время уже не помню, звонит следователь. Фамилия Романовский. Говорит мне, придите на опрос. Ну хорошо, я ему тогда еще сказал, когда пришел. Вы мне дайте документы какой-то на руки, что мне вот такие-то и такие вещи изъяли. На что мне был ответ. Ну я спрошу у своего начальства. Ну хорошо, спросите у своего начальства. Где-то все равно документы нужны хоть какие-то. Он мне начал был задавать вопрос самое интересное. Самое интересное, если у меня осмотр дома проводился по факту оскорбления некого неизвестного должностного лица, почему он начинал тогда спрашивать с моего пикета? Задал вопросы, понимаю ли я, что за это грозит, зачем я это все сделал, буду ли я это обжаловать, решение суда и так далее. Где-то с вопросами о моем пикете заняло процентов 60 всего времени, которые я провел в Следственном комитете. И только уже где-то под конец он мне начал задавать вопросы о моих обращениях, которые я отправлял, как далее. Он мне назвал две даты. Если я правильно помню, это было 24 апреля и 5 мая. Я якобы в эти дни я отправлял какие-то сообщения, но какие он мне так и не смог показать. Спрашивал, отправлял ли я анонимные обращения в Аршавский райисполком. Спрашивал про почту, которую я отправлял. Ну и на этом, в принципе, весь разговор закончился. И больше с того времени в Следственный комитет меня никто не вызывал. В четверг, то есть уже на следующий день после моего опроса в Следственном, выдал мне следователь хоть какую-то бумагу, то, что у меня провелся дома, осмотр, то, какие вещи у меня изъяли, и вернул мне принтер. По его словам, он был нерабочий. Ну ладно, думал, может уже начинают возвращать что-то, посмотрим, что дальше будет. В итоге уже прошло полтора месяца, не вызывал Следственный комитет, не возвращение имущества, ничего. В конце этого месяца через подачу ходатайства о возвращении имущества только удалось узнать, что оказывается техника, ну, по крайней мере, по устному мне это было сказано, в документе Танита Ржину, находится в Минске и проходит техническую экспертизу. Причем, на что проходит экспертизу, следователь мне сказать так и не смог. А сам осмотр проводится по факту дискредитации президента, ну, Кашенко, то есть. Почему это не было указано в восстановлении на осмотр квартиры, мне тоже неизвестно. Ну да, и это тоже ладно. Главное, есть документы на руках, которые подтверждают изъятие вещей. А вот уже с этими документами, и посмотрим, что будет дальше делать. И пока что на этом все остановилось. Ни звонков, киосков, ничего не возврата. А в какие организации ты обращался за помощью? То есть, чтобы вернуть оборудование, чтобы тебе там помогли, например, штраф оплатить, или как-то обжаловать приговор? Ну, первое, я еще с осени того года состоял в профсоюзе РЭП. Поэтому через них первую юридическую помощь я начал получать. Дальше был правозащитный центр «Весна». Через них мне первое, это оплатили первый штраф. Второе, это оплатили обжалование на обжалование второго постановления суда. Так как я выходил еще на второй пикет, по нему мне тоже 23 базовых выдали. Вот этот штраф мне удалось обжаловать. Первый не удалось, так как сроки уже обжалования закончились. Они мне оплатили одну базовую на обжалование. И через них, собственно, оно и было. Самое интересное, что когда в Витебске рассматривали мою жалобу на постановление Оршанского суда, как обычно, ничего не изменилось. Вот только плакат, на котором было написано по 500, тут нет. Витебская судья постановила не изъять в доход государство, как это написано было в постановлении Оршанского, а уничтожить. Собственно, пока что все. Хорошо. А тогда вопрос такой. А вот каких ты блогеров смотришь? То есть, что ты, может быть, смотришь из Ютуба, в каких группах там состоишь? Ну, для меня Ютуб – это в основном либо источник информации по какому-то конкретному вопросу, либо источник подтверждения какой-то информации, которая меня интересует. Особых блогеров я не могу перечислить, чтобы я их именно смотрю. Скажем так, есть те мнения людей, к которым я прислушиваюсь, и из их мнения делаю определенные выводы о том, что мне интересно то, что происходит в стране, за ее пределами, либо как-то связано с ней, либо по какой-то конкретной тематике. Только чтобы сказать, что я смотрю каких-то блогеров, это нельзя. Хорошо. У фейсбука, вот код тебе писал где-то недели, когда ты ему писал код? 12 июня. Такой вопрос. А недавно вот Freedom сказал мне, что с тобой в Ютубе разговаривал, и ты ему ответил, что не получал никаких сообщений. То есть, ну, это тебя не настораживает? По крайней мере, 12 июня именно. Да, 12 июня. То есть, я писал и раньше, но потом, когда через пару недель ответа не было, я то сообщение удалил. А потом, когда я увидел, что у тебя активность на странице в начале июня, я 12 июня тебе опять написал с просьбой интервью живого, то есть, приехать с камеры и снять. Но ответа не было. Нет, у меня единственное сообщение, которое было отправлено мне, это вот за день до нашего сейчас разговора. Никаких других на Facebook у меня не поступало. Единственное, что когда изымали сам системный блок, у меня там оставался залогиненным Facebook. То есть, если человек кто-то подключил к сети, он мог просто открыть Barozer, открыть страницу. Но я уже через день уже сменил данные. Так что, по идее, должен, когда человек попытаться что-то сделать с моей страницы через системный блок, ему скажут, вводите-ка вы пароль, потому что пароль неправильный. Я не думаю, что теперь кто-то есть доступ к моей странице через системный блок. А то просто странно. У меня-то сообщение это есть еще за 12-е, а ты говоришь нету, значит, возможно, кто-то читал уже. То есть, я поэтому спросил по этому поводу. Но, по крайней мере, я еще оставался залогиненным, например, почтовый ящик, у Google-овской. Я проверил историю активности, IP-адрес только с мобильных устройств моих. Тоже сменил пароли на почтовом ящике. Ничего. Так что, очень интересно, кому это было отправлено предыдущее. Ну, это прямо вот в том чате, где мы с тобой общались сегодня, только сообщением выше. То есть, когда я писал тебе сообщение первое сейчас, там вверху было сообщение, отправленное 12 июня. У меня в переписке. Ничего не было. Вот это меня и интересует. Как я говорил, уже не было ничего. У кого-нибудь вопросы какие-нибудь еще? Freedom Belarus? Ну, я, в принципе, все узнал. А вот у тебя, за бойцем, есть вопросы? Да, в принципе, все понятно. Не единственное. Я хочу понять, какие планы на будущее и что ты с этим всем собираешься дальше делать. И поступают ли сейчас какие-то угрозы либо давление на данный момент? Пока что единственное, так называемое давление, это не возврат моего имущества. Причем, если ведется в отношении меня проверка, так вы хотя бы меня на опрос вызовете на какой-то? Нет. Ничего. Не хотят меня возвращать. Словно ждут от меня чего-то через Следственный комитет. Поэтому подозревать того, что может быть какое-то уголовное дело заведено я не буду. Я лучше отнесусь к этому, как возможно что-то и будет. Потому что просто так это все не делается. Тем более, если учитывать, например, слова Лукашенко, который когда в Шковском районе был, перед кем он там выступал, сказал про вступление в некое союзное государство. Если настолько плохая ситуация, что может оказываться давление на любое протестное, на любую акцию, на любых инакомыслящих им при этом называть, то ожидать ничего хорошего мне не приходится. А если по поводу моих планов, пока что, тем более в Орше идут очень сильные, приливные дожди, особо ничего сделать не получится. Но я уже знаю прекрасно, что я буду делать дальше. Я уже к этому подготавливаюсь потихоньку. Ну, лучше открыто об этом не сообщай пока. Пусть будет сюрпризом. Ну, особо еще в этом удивительного нету. Просто сказал, скажем так. У меня еще один вопрос. Не расцениваешь ли ты произошедшее как инструмент запугивания населения Республики Беларусь? Так я же только что ответил, что это один из инструментов и есть инструмент запугивания давления на всех недовольных либо несогласных. Плюс еще один такой нюанс, назовем это. Поскольку я состою в профсоюзе РЭП, когда председателя и бухгалтера завели были уголовные дела, я был отправлял в следственный комитет в Минске такое обращение, в котором спрашивал, мол, зачем не связано ли это случайно с уголовное дело, которое завели на них, с тем, что они весной 2017 года юридически помогали протестующим. На что мне пришел ответ, нет, уголовное дело против лидеров профсоюзе РЭП никак не связано с протестами и подобными акциями. Ну, возможно, как-то и в этом есть связь. Да, потому что на днях я вот разговаривал с человеком из Украины, он сказал, что одиночные пикеты там вообще особо никто не обращает такого внимания, и митинги небольшие там по заявительному принципу, то есть уведомляешь просто, что будет проводиться и все, то есть совсем не так. У нас с этим все гораздо жестче. То есть подавляют любую активность. По крайней мере, я на своем примере испытал, что ее не только подавляют, но еще и ограничивают какие-то возможности к существованию. Потому что я, когда покупал свой системный блок, я надеялся, что у меня он был каким-то, ну, хотя бы инструментом, ну, не скажем так, инструментом для заработка. Потому что он сам по себе торгует системный блок собирался под заказ. он очень дорогой, он почти 2000 долларов стоит. Поэтому то, что его изъяли и не возвращают, я просто не удивлюсь, если его уже где-то либо продали, либо разобрали, просто разобрали и кому-то отдали. Поэтому я не удивлюсь, как я уже сказал. хотел бы узнать, а кто вот эти фото делал? Ну, когда ты возле Ленина стоишь и может, кому-то перед этим ты давал кому-то интервью, точнее, после. публикации же были по поводу вот этой новости? Вот фото перед Лениным это сделал некий человек, которого я даже в лицо не знаю. Я его даже не запомнил, кто это был. Потом фотография, интервью появилась со мной на... в понедельник было фото, сделал фото незнакомый человек. Во вторник у меня интервью взял Белсат. Взяли у меня интервью, сфотографировали меня и в тот же вторник уже вечером у меня провели дома осмотр. Может, это просто по совпадению, может, просто кто-то узнал, что я начинаю давать интервью и что ничего со мной не происходит, никакого давления со стороны государства не оказывается. Вот так свободно раздают интервью, значит, его надо как-то прижать, запугать, еще что-то, что конкретное сказать теперь не могу. Но вот так получается. И еще такое замечание. Через где-то примерно две недели приезжал журналист из немецкой волны Deutsche Welle. То, что взял у меня было интервью. Но интервью взял и то на это все. Тишина даже само это интервью особо по себе ничего не изменило. Словно, я как говорю, как будто от меня чего-то ожидают, словно я где-то что-то скажу, где-то я что-то сделаю не то, за что меня можно будет наказать еще больше. А гос-СМИ с тобой не связывались там БТ, ОНТ, Скиф, например, Оршанский или кто-то еще. То есть, не пытались как-то что-то спросить? Нет, не связывались. Ну, я как бы не удивлен, но просто вопрос. было бы очень удивительно, если бы они связались со мной. А тоже глупого вопроса о российские СМИ. Нет. Не спутник, не блогеры, не регнум. Нет. Нет, никто из них. Ну, это также неудивительно. Они, конечно же, заботятся о нас и защищают, как некоторые считают, поддерживают народ. Россия очень сильно нам помогает, как и белорусское руководство. Но, не судьба тут немножко получилось. Ну, это, конечно, может быть просто одиночный случай. Если бы они, к примеру, поддержали человека, показали, типа, широкую российскую душу, может, сказать, что вот, посмотрите, мы помогаем белорусам. К сожалению, из-за кризиса она немножко сузилась, эта душа. Пока что. Так, может быть, еще у кого-нибудь есть вопросы? Ну, в чате там народа немного. Бендер Вегас не в курсе вообще этой истории, поэтому ему, как бы, особо спросить нечего было. Итак, больше вопросов ни у кого нет. Поговорить про другие, про такие одиночные пикеты. заобзорно говорил, какой-то пикет или что там, митинг 2008 года упоминал. Можешь про него расстроить? Не 2008, 2017. Это весенняя акция протеста в Ворше, которая проходила. Марш недермоедов. Марш и тунец. Я про это имел в виду. Да, это, я понимаю, просто там проговорить вообще про все эти пикеты интересно было бы. Нет, это не пикет, это был митинг именно большой, но ты знаешь, там тысяча человек было. А по некоторым подсчетам даже и больше было. Я там все снимал на камеру, там больше, чем тысяча было человек. Около горосполкома там, наверное, да, побольше собралось. А возле Ленина еще сначала не так много было. По крайней мере, это один из крупнейших в Беларуси нетунеядских маршей, то есть, если сравнивать по численности населения в процентах, в Бобруйске там говорят 800. населения. Ну, то есть, в каком-нибудь другом городе это там было 0,8%, к примеру, а то Ворш это был 1%. И плюс еще самое интересное, что один из самых наиболее масштабных протестов произошел на родине Лукашенко. То есть, ну, хотя он в самой скорости, но Аршанский район для него родной, как он сам говорил, проблемы в Порше не из-за того, что это родился. Ну, кто знает, возможно, но мы знаем, что в 91-м году, когда развалился Союз, тут тоже был крупный протест с блокировкой железной дороги даже на 8 часов, когда заблокировали железнодорожные пути. Но с тех пор больше не состоялось таких крупных митингов, где там тысячи человек выходило. То есть, Тунеядский марш 17-го года это был крупнейший протест. Ну, не совсем так. Когда где-то в феврале, когда самый первый Минский марш Тунеядцев был, когда пришли и анархисты даже были в Минске, Статкевич был, не знаю, не ошибаюсь. Больше гораздо. Да, там было тысяч пять человек под счетом и даже вот этот митинг показали на НТВ. Это то, что самое было интересно. Ну, вот с ним все и началось. Да, просто я имею в виду именно по соотношению. То есть, в Минске вышло, да, пять тысяч, может быть, даже больше, но в Минске население два миллиона, а в Орше все-таки население там 120 тысяч, а вышло тысячи человек. Это все-таки значительная доля. нужно еще учитывать то, что Минск гораздо зажиточнее, чем Орше, мягко говоря. Плюс еще, ну, люди заняты своими проблемами, нужно еще учитывать зазомбированность людей, это еще много факторов. Да, вот я смотрю, еще один фактор. Поскольку ситуация сейчас в очень экономике плохая, зарплаты маленькие, просто Орше находится рядом с Россией, люди могли просто отсюда уехать, части, поэтому они просто не вышли. А так бы это еще больше добавило Орша. А в Минске, да, как уже было сказано, люди какую-то кофеечку определенную имеют, поэтому они особо и не выходили. Но кто-то просто еще не знал, не было об этом так широко рассказано, особенно о митинге 26 марта, который прошел последняя воля. То есть, ну, понятно, люди испугались, когда был разгон в Минске, и просто информация об этом в интернете не публиковалась. О 12-м еще было. Вот тут Литвин подошел, у тебя, может быть, человеку мы разговариваем по поводу одиночного пикета 14-го мая. А ему надо голос дать. Да, Кот, дай ему голос. Может, он здесь не может говорить просто. Не может говорить? Ну, хорошо, сейчас посмотрим. Вообще, хотелось бы сказать, что кто сейчас смотрит, может о своих проблемах тоже сюда захотеть и заявлять. То есть, можем освещать. Если кто-то вообще может, с 3-го митинга, который вы будете делать, ну, или того события, того или иного. Вы говорите о одиночном пикете ворше? Да. С его участником, говорим. Не в обиду будет сказано, не вижу от этого никакой пользы. Ну, можете считать это так? Нет, как личность и выражение своей гражданской позиции респект и лажуха. А по-моему, польза значительная, но не для самого, конечно, романа, а для общества, то есть для людей. Обществу, извините нашему, глубоко фиолетовое. Но не всем. Я, скажем так, не совсем рассчитывал на то, что это будет настолько на общество, настолько это, насколько это будет рассчитано на руководство, что то есть появляются люди, которые не боятся даже одному выходить, протестовать против их решений, даже одному. Даже это. Я прекрасно понимаю таких людей, как ты, достаточно в Беларуси. Но я аж почему сказал, ну, не вижу смысла. Это как мертвому припаркову, понимаю. Респект уважуха, да, а им это глубоко насрать. Когда у себя в городе я выходил, не только я, выходили именно за тунеядцев, выходили представители власти и напрямую говорили, что вы пришли, мы высказали все претензии, она говорит, у вас тут собралось максимум 300 человек, а всех остальных себя устраивает, ребят, поэтому одиночный пикет супер, но это один человек, а остальное, это, я думаю, что это только легитим, легимитирует нашу власть, то есть, посмотрите, у нас есть люди, которые против, но вот они, пожалуйста, выражают свою точку зрения, супер, я не говорю, что это плохо, я говорю, что это неэффективно. нет, тут дело в том, чтобы привлечь к самой проблеме внимание, понимаешь ли, клин, то есть, к примеру, вот человек недавно сделал на фотошопе одиночный пикет, может, слышал, его, это повязали на 3 суток, посадили, и он типа обратил внимание на этот КБ, грубо говоря, на это. И что? Как с реакцией можно сказать. И что? Ну, показал очередную абсурдность нашей системы, можно сказать. То есть, Литвин, понимаешь, в чем суть? Он не выходил ни на какой пикет, тот человек, он в фотошопе подрисовал так, что не видно, то есть, что это подрисовано, и его за это привлекли за участие в пикете, а потом выяснилось, что пикета не было никакого, то есть, он это в фотошопе нарисовал. Я это прекрасно понимаю, когда наш президент напрямую говорит, что он подписывает, приписывает голоса, сказал, что мне не надо столько-то голосов, я попросил убрать, они убрали, и это проходит. То, что вы описали, это просто смешно. Я говорю не о том, что это хорошо или плохо, я рассуждаю с точки зрения действенности, интересен результат, а вы рассказываете о самом действии. Я понимаю, например, что результат не особый, просто вот сегодня решили взять интервью у человека, чтобы он рассказал просто, как это происходило и что. То есть, просто рассказать зрителям о том, что там было и как. нет. А вот мне, например, интересен путь, чего в итоге это будет добиться. Это же не единственный одиночный пикет, вот я его проведу, на этом все закончится, я буду ждать и думать, а что же там произойдет, а что же будет. Нет, это просто одно из. Я не скажу, что это все было. Молодец. Попросили мое мнение, я его высказал. Молодец. Вот когда таких, как ты, в городе Орше будет тысяч десять, супер. Ну, ну, а пока месть таких, как мы, здесь сидим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, ну да. Тут не имеет значения количество, да, даже на митинге норму не имеет. В том-то и дело, что, ну, когда люди выходят на пикеты, всякие там митинги, может даже через 20 человек появится там множество, то есть, главное, чтобы люди эти добивали своего. Ну, опять же, пример тоже Армении. Ну, это пример вообще не факи рамки в сравнении. Подожди, теперь давай с тобой дискуссию начинаем. Пример Армении. Созласен, только в Армении общество есть. Ну, так нужно делать, это общество у нас. А чего не делаю, не только я к тому, что общество нужно делать грамотно. Вот только быстрее белорусское общество разъедется, кто куда, чем оно здесь соберется. Я прекрасно понимаю, потому что, многие знают, сколько мне лет и с какого периода времени я варюсь в этой каше. Поэтому я могу делать определенные выводы. Вы, извините, но те же самые ошибки, что делал я, проходим. Мы постоянно бьемся лбом об одно и то же. Ну, поколение за поколение людей не согласны. При этом не делая никаких выводов. Окей, какие выводы? То есть, ничего не делаешь, я так понимаю? Нет, почему ничего не делаешь? Я предлагаю выходить на разрешенные, то есть, подавать постоянно заявки на митинги те или иные и вклиниваться в них, приходить на те же суды, опять же, поддерживать друг друга, кооперироваться, опять же, помогать друг другу хотя бы в каком-то правовом поле и продвигать свою поездку, хоть что-то делать. Ну и готовить нужное общество. Хорошо. Вы в курсе о таком блогере Манько? Да, знаем, его забрали. Только таких блогеров. Таких, которых забрали? С каждым днем становится все больше. Но общество, даже всех людей, которые они, он защищал, боятся безразличных. Почему говорю? Потому что я в курсе этой проблемы. Ну, к примеру, три года назад вообще таких блогеров в Беларуси практически не было. То есть, о них ничего не было известно общественности? О таких блогерах вообще по факту не было. То есть, ни одного. То есть, были только развлекательные блогеры. То есть, я как пример, я понял. Я как пример говорю. Просто каждый период времени свои люди были. Сейчас это такое. Они все время были. Вспомним 90-е годы. Но берите, посмотрите, сколько людей выходило на марши протеста. В 90-х так не было развит интернет. Сейчас мы можем согласиться. Лучше трое период благодаря интернету. Я понял. Только я почему именно затронул этот вопрос. Ты говоришь, раньше не было таких. Люди были. Просто не было технической возможности. Вот к чему я хочу. А ты хочешь сказать, что общество как-то изменилось. Вот поэтому их появилось столько. Нет. Просто хайповать начали больше блогерами. и так получилось. Модно. Типа все. Ничего такого нового не поменялось. В свое время было модно граффити рисовать. Тоже модно. Не, ну вот роторная жадка. Вот хороший пример они показали, как они, к примеру, сходили на суд. То есть им заделали яму. То есть вот что нужно развивать. То есть каждый из нас станет таким же роторной жадкой и, к примеру, будет добиваться чтобы у него яму заделали, к примеру. И так каждый дом может трудно скооперироваться. То есть каждый из нас может создать группу к примеру вашего подъезда, узнать с кем он живет, кто его сосед и так вместе решать свои проблемы. То есть делать гражданское общество благодаря интернету. Вот инструмент есть. Вот что нужно продвигать. Ну ладно, я потом скажу. Я с вами полностью здесь согласен. Ну тогда я теперь вы еще один факт упускаете, внешний. Говорусь-то является по сути зависимой как от страны есть, так и от России. И любые подобные действия, которые о марше каких-нибудь протестов, там акции, пикеты, это все будет отражаться так или иначе на Беларуси с той или иной стороны. Совершенно верно. Поэтому это еще один инструмент, скажем так, ну не то, что давление на власть, но показать свое недовольство тоже можно. Когда, например, в том же ООН по правам человека, когда выдают Беларуси такое вот по рукам дают, а вот у вас там с правами человека все очень плохо, а как обычно Беларусь, а нет, это политически мотивированные документы, мы его принимать не будем, но тем не менее, пускай оправдываются, пускай. Смотри, ты в курсе, где проходят и свои тренировки и учатся в спецнации ООН в Беларуси, и в частности те службы, которые занимаются разгоном массовых демонстраций. И буквально последнее, что в Минске они вывели всю технику покрасивую, специальную, которые, чего оно производство и где закуплено, в курсе? Китайская техника много закупают. Нет, это немецкая, и проходят они у немцев, проходили. Не всегда, я еще видел, что в России проходили, но едини, некоторых видел, что проходили в России. Я согласен, это к тому, что ты говоришь какое-то влияние. Пока мы существуем буферной зоной между Россией, которая ведет агрессивную политику, мы интересны только в плане того, именно как буфер для Европы, то есть им глубоко фиолетово, что происходит тут у нас, им главное, и им главное нужен человек, который сделает их личную жизнь безопасно. Ну, раз уж тронить Россию, не совсем-то она ведет агрессивную, это скорее политика симбиота, то есть она все поглощает, поглощает на своем пути, а кто когда ничего не остается, она идет дальше. Это не веземное, просто примитие что-то очень кримитивное. Это любая империя, что ты хочешь сказать, что Россия не ведет агрессивную политику вокруг себя. Это еще хуже, то, что я назвал, это еще хуже, чем агрессивное. Я понимаю, точно так же было и развали наше государство, Великое княжество Литовское, в частности Речь Посполитая, таким же самым способом. И точно так же было, когда БНР, если историю почитаете, вот я к чему говорю. В нашей истории очень много примеров того, как делать нельзя. Я, например, считаю, что нужно делать симбиоз продвигать историю, учиться на ошибках и как-то воплощать это в новое. Ну да, это сделать. Я бы хотел, чтобы молодежь подвигать за эти каналы, что мы сейчас смещаем в данный момент, кооперироваться и помогать друг другу. Хотя бы вот это. Не быть безразличным, хотя бы. Это же несложно. Да, я полностью согласен. Только здесь нас раз, два, три, четыре. 118 уже в группе. смотрят, к примеру, там сколько, 200 тысяч человек. Это что, раз, два, я пчел все, хочешь сказать? На день воли пришло 50 тысяч человек. Это раз, два, я пчел. Кого смотрят? Ну нет, так, к примеру, знаешь, блоки-то? Вот. На день воли пришло сколько? 50 тысяч человек. И по другим городам тоже немало так людей пришло. То есть, есть не безразличный. Плюс, нужно учитывать людей, которые не за национальные символы, то есть, не за бычика. Но им не нравится Лука. То есть, те граждане, которые им не нравятся Луи, и они тоже против него. То есть, они тоже граждане, которые могут высказать протест против него. Их тоже нужно учитывать. А политичные, колеблющиеся. Стоп, 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 ребят. Давайте тогда будем немножко определяться, что мы хотим. Мы хотим против Лукашенко или мы хотим за Беларусь? Это два больших, две большой разницы. Я хочу тебя в двух словах объяснить. Мы хотим, в первую очередь, чтобы у нас было просто гражданское общество, независимо от взглядов, по сути. А второе уже, то есть, за Беларусь, чтобы была целостность наших государств. То есть, не за Запад, не за Россию. То есть, чтобы, вот, самая основная суть. То есть, понимаешь, чтобы сохранить государство, в определенный момент нужно делать какие-то, не знаю, грубо говоря, если я уже высказывал определенную свою точку зрения, что в данной ситуации, как ни странно, Лукашенко является гарантом суверенитета. Если вы мне возразите насчет этого, я хотел бы послушать. Ну, я возражать пока не буду напротив этого. Мы, то есть, говорим о том, что мы не призываем идти на площадь и свергать его конкретно, потому что сейчас, в данный момент, это не поможет. Сначала надо создать гражданское общество, то есть, а потом уже думать насчет того, что... общество должно быть готово. смотрите, очень интересная штука, у вас же прозвучала такая вещь, что там нужно объединять людей, которые там против Лукашенко. Против Лукашенко и часть пророссийско настроенных белорусов, которым не белорусов. Да, совершенно верно, но не все просто потеряны. Упоротых ватанов не объединишь. Есть люди аполитичные. Но они, нет, я понимаю, но они против. Но вот цели у них совсем разные. Понимаешь? И ты хочешь сказать, чтобы я с ними объединялся? Нет, я не хочу сказать этого. можно же им объяснить, что суверенитет для Беларуси будет выгоден, чем присоединение к какому-либо государству. Это же простые вещи, просто они этого не понимают. Понимаешь, Литвин, есть разные ватники, которые зомбированы в разной степени. Есть именно идейные, а есть просто, которые, так сказать, посмотрели ТВ, и они считают, что вот Запад это плохо, Европа это плохо, то есть нам туда смотреть нельзя. А почему нельзя? Потому что Киселев сказал по телевизору, поэтому и плохо. Я не знаю, ребята. Беларусь, это первая страна в мире по получению шенгенских виз. Я почему-то думаю, что беларусов совсем другая штука. Их не так зомбировано, как нынешняя ситуация полностью устраивает. Вот когда каждого коснется кармана, тогда кто-то начнет думать. А так, глубоко фиолетово. Нет, так можно объяснить это заранее. То есть методы, то есть объяснения, доносения информации есть. Вот, вот у нас есть. Смотри, хорошо, согласен с тобой полностью. Но как объяснить человеку такую штуку, что давай я у тебя сейчас заберу яблоко, которое у тебя есть, да, и тебе будет все немножко хреново, но потом ты получишь пять. Вот как это объяснить? Вот показать пример Лукашенко, который обещал вот эти яблоки, но дал типа немножечко яблок и немножко подпитывает этими яблоками. Показать, что можно сделать, ну да, можно немножко потерпеть по факту, не быть популистами. То есть популистами очень многим старухам нравится. То есть пенсионерам. Понимаю, я очень конкретный вопрос задал. показывает, что мы не популисты, да, нужно потерпеть. И чтобы были изменения, нужно потерпеть и много работать по факту. Почему вы отличаетесь от каких-то других? Лукашенко иногда то же самое говорит. Лукашенко, скорее всего, еще одно яблоко заберет и даже три. Нет, он даст, он еще даст, ребята, яблоко. Потом его заберет, но он даст. А мы же пытаемся его вообще забрать. Мы еще ничего не предложили. Вот как разрешить этот вопрос? Так, объяснять, книжки предлагать различные по экономике. То есть суть, теорию объяснять. Нет, подожди, ну ты же смеешься, что ли? Человеку объяснить, ну это поймет 3% населения. Ну так вот, на них и рассчитано в первую очередь, потому что те, кто не хочет, они никогда не будут ничего слушать. Мы хотим отсеять только тех, кто действительно готов что-то делать. тупым ты не объяснишь вообще ничего никогда и никак. Но надо нести свои идеи всем. Кто поймет, тот поймет, кто не поймет, так извините, мы не можем ничего сделать, мы не всемогущим. тогда так, я просто для себя выясняю, а вокруг чего будем цементировать? Как вокруг чего? Ну то есть ты имеешь в виду, какая экономическая программа? Мне все равно, мне нужно вокруг чего будем цементировать общество, вокруг чего создавать? Если, давайте я скажу, граждански в Соединенные Штаты вакуру банальные права человека, все это и так уже написано, все создано, соблюдение той же Конституции, только первоначального издания 94 года. То есть ты хочешь сказать, что народ, который в свое время выбрал именно между хлебом и свободой выбрал хлеб, сейчас изменит как-то свою точку зрения? Ну молодежь уже меняется. Мы или хотим сказать, что мы как раз и хотим сначала изменить точку зрения, чтобы когда вдруг Лукашенко не станет, то есть он же не вечный, чтобы народ был готов, надо повышать политическую грамотность населения, объяснять ему, зачем ему нужно гражданское общество, чтобы когда представился новый момент в истории, чтобы народ возможно пошел по правильному пути развития, а не выходить на площадь и конкретно свергать кого-то, это не наш метод совсем. Правильно, молодцы. Так я и спрашиваю, как это делать? Просто объяснять? Нет, объяснять там, ходить на суды, показывать примеры те же, как это получалось. Приглашать экономистов, приглашать людей, знающих, которые будут объяснять, что чего. Мы конкретно понимаешь, занимаемся организацией, то есть к нам приходят разные люди на дискуссию, кто-то рассказывает об экономике. существует и это вот честь вам и хвала, это я ваши взгляды и все это понимаю, это вот давным-давно. Меня интересует именно, как вы это делать будете, организовывать. Таких, как вы, извините, хватает. И в разных городах, и в разное этого, но народ не идет. Я хочу вам сказать, что для того, чтобы что-то делать, нужно обертку какую-то красивую. Вот я поэтому спрашиваю, вокруг чего будем объединяться? Но уж явно не вокруг обертки. Видимо, в Беларуси придется как-то довести, сложится, видимо, какая-то такая ситуация, что залезет просто в каждому в карман какой-то, может, декрет какой-то залезет или еще что-то. Вот я поэтому и говорю, ребята, то, что вы сейчас говорите, это очень интересная штука. Это такое а-ля, не знаю, ой, даже не знаю, с чем это сравнить. Не работает, это. Почему ты говоришь, что не работает, если мы даже ничего пока еще не сделали надо нами? Мы пока пытаемся организовать людей, которые готовы. То есть, мы пока ищем таких же людей с похожими взглядами, чтобы организовать какую-то структуру, организовать взаимодействие между ними. И смотрим за политической обстановкой в стране. Где какие акции, где что происходит? Грубо говоря, это говорится просто. Вы пытаетесь, как и мы, в определенный момент, и то же самое мы это и делаем, организовать горизонтальные связи. Да, именно так. Это правильно. С этим я согласен, чтобы горизонтальные связи в определенный момент сработали. Вот это мы этим и занимаемся в первую очередь. Параллельно просто освещаем протесты, то есть рассказываем о экономических различных правильных вещах, которые были бы выгодны белорусам. То есть занимаемся разными разноплановыми вещами, сами посещаем мероприятия. Мы же не всемогущие, мы не можем много чего сделать. У нас нет ни ресурсов, у нас мало людей, то есть мало подписчиков. Мы делаем то, что можем. Ну вот завтра, к примеру, к нам зайдет человек-экономист-либеретарианец, он бы мог бы экономическую модель описать, что, то есть что можно было бы сделать после смены всего этого мажем. А он гражданин какой страны? Сервис. А очень интересно. Либеретарианец, гражданин какой страны? Беларусь. Беларусь. Вы смотрели интервью его Светова и с Романчуком. Очень интересно кстати было. То есть Романчук человек для меня умных давно. Я понимаю, после 50-го года все, я понимаю, только он уже не политики не состоит, как он уже говорил в интервью. Он продвигает именно идею либертарианства самого. Ну значит эта идея для меня мертвая. Нет, идея это работает. Свободный рынок работает. Это уже доказанная история. Совок не работает. Если ее продвигают такие люди. Да не он ее придумал, Литвин. Я это понимаю. Не он ее придумал, еще раз повторяю. То есть может актер может быть хорошим актером, но человеком полным ты понял. Можно пытаться либертарианец и идти. Ну вот скажут, что тут некий белорус. Нет, нет, справа либертарианство может быть левое, правое, левое. просто так самое цикавое пытание. Могу севчем монархичное. Я так думаю, что левак, а кали левое нет. Это шляху не худкий. Он дает худкий эффект. левое левое либертарианство. это не может? Могут. Как если они против государства? есть вхождение государства в личную жизнь рождения? Анархисты супер анархисты анархисты и либертарианство это две разные вещи. Анархисты и супер державы. Пробачьте калилас кошель кошель тут и дед анархисты левые кошель анархо-коммунисты да левые а просто анархисты не это вряд ли добрых хлопца а я тут подшел что после того как нечто изменится так и так и разуме как изменится можно давить целый час разговаривали треба людей чтобы они разумели что треба жить не так как заразь неделю назад было интервью с пальчисом то есть он сказал очень правильную мысль о том что необходимо строить гражданское общество и людей готовить чтобы они были готовы и в случае чего не упустили момент то есть моменты изменить реально ситуацию в стране предоставляются не каждый раз а история предоставляет их только в какое-то определенное время в другие моменты ничего сделать нельзя это вот допустим как туннель представь себе ты въехал в туннель в некоторые моменты ну никуда чуть вправо чуть влево но никак не больше а в некоторые моменты есть выход возможность кардинально изменить ситуацию так вот проблема в том что беларусь несколько раз уже эти шансы упускала в восемнадцатом году например после девянаста первого года там девяносто четвертом народ опять пошел по неправильному пути как вот литвин сказал выбрал хлеб вместо свободы так вот чтобы повысить политическую грамотность людей то есть это прогоже а вот вы сами готовы изменить а как мы это сделаем сколько нас 5 человек как бы мне сказал стать беларусами например стать беларусами а мы китайцы по курятую что монгольцы я беларусь смотря на то что не подчекайте вот конкретный крок вот вы нечто хочется изменять а мне что хочется меня сам вы готовы вот взять и сделать этот крок это тяжко это супер грамотство так или ну сделать первый крок сами развиваться культурно да это не против музея там ходить все остальное изучать историю да естественно разумеет хлопцы ходить музей это чушь собачь я в уголе не ходу там ничего интересного немало ну часом трапляю или не в этом справа вы готовы внутренне себе изменить разумеется вот вы кажете вы беларусь я не кажу про паспортных географичных беларус я кажу про беларусов какие вот как сказать культурные беларусы культурные как ты говоришь и не имея никакой экономической подоплеки вот ты культурно развит но не знаешь как развивать экономику вообще то есть можете то и то нужно развивать колеласка я за ну так и выж не против ну так не ну добра экономика вы ведаете что пробить как бы а вот другий бог не кульгает ну тебе не кажется что заставляет людей против их воли учить эту или культуру ну как бы что значит улучшить это твоя культура что значит улучшить замуж бачишь вось и скончилась вся белорусскость идеи либертариян еще раз повторяю вам я против того чтобы заставлять насильно людей что ты делаешь а коли вы раптом скинется лукашенко вы будете промушать остатних разумеется ну во-первых мы собираемся скидывать кого-то не уявим себе и тут вы приходите до лады с вашими шикон идеями как вы думаете вам придется промушать все побегут за вами доброхот у людей банально выбора нету потому что будет тогда развал и все то есть мы заранее будем подотавливать людей к этому мы про это только что говорили ты немножко не понял тематику наверное канала во-первых мы никого не скидываем а во-вторых мы никуда не собираемся баллотироваться мы именно занимаемся подготовкой так сказать политической грамотности людей мы на культуру такого внимания не обращаем есть организации которые занимаются именно культурой больше в большей степени а как политика может быть не а вы разумеете что такое культура политика это проява культуры это только маленечка частка культуры этого не разумеете коли вы думаете что театр это культура кино культура литература это культура вы мощно помыляетесь это проявы культуры алинигу неуластно культура и политика и она выникая с культуры но в том-то и дело что политика может контролировать эту культуру потому что вот сейчас Лукашенко что он делает он внедряет пропаганду российскую то есть из-за этого вся проблема простой пример куропаты он куда поехал тростенец а куропаты как всегда идеологически он не принял то есть он везде был кроме куропат то есть это намеренная государственная полиция я просто хочу вам сказать вот вы вот люди человек судом научиться как там правильно жить а что вы взяли что люди так захочут жить промышать их так само будет так мы же только тех кто хочет пока мы же никого не заставляем кто хочет тот придет а кто не хочет так это же как говорится его проблемы мы же ничего не можем сделать мы вещаем пока на тех кто хочет слушать меньше государства чем меньше государства тем лучше то есть мы и не хотим совок в том то и дело а слухайте вы размовляете на мове совка вы не хочете про гэтом совок ну как такое может быть ну люди какая мова такая святомость но не бывает по-иншему вы вы тянете за собой гэтый совок вы это не разумеете нет за собой совок мы не тянем когда-то нас этому всему обучили мы теперь смотрим ага что-то тут не так это надо что-то менять пытаемся менять хоть что-то вот как это сказал самих себя хоть как хоть что-то вы хотите поменять механично а так не отрывается ну сначала необходимо механически а потом уже более тонкую выполнить настройку потому что большинство подавляющее большинство людей как ты говоришь оно это не принимает мы не навязываем ничего ой хлопцы я одну речь скажу я вот кольки и лекции читал и с устроками из исторического опыта коли кажут что ой не ольга промышлась это чушь собачья я подлумал что я как раз на дворот ущуды на демократичных громадствах просто с палкой стоять на вот у Швеции с палкой стоять разумеешь перевысил худкость огроменный штраф порушил нечто покарание дай боже якое тое самое в Беларуси я там и нормально и демократично и все потом гляджу что это толку нуль эффект нуль разумеешь вот чему вы по-россейски говорите вы думаете доброходно по-пероходзе или ваши дяды и батьки там ни черта подобного стагнали сварылись али переходзели под примусом разумеется все не бывая по-иншему не совсем например моя бабушка когда я еще была жива она предпочитала больше говорить на белорусском языке на тросянке больше но все современное более-менее поколение перебирается на русский хотя иногда замечаю что поколение просто уезжает отсюда некоторые начинают говорить на английском на польском иногда встречаются иногда крайне редко очень редко это безнадеянно тогда нема сенсу переливать воду нема сенсу вы хотите ни краину будовать ни Беларусь ни ва дома что ну вот я могу сказать добро российская мова так головная межи ёст краина ёст мова неважно нет мова важно и мы все время видео я заявлял что это необходимо делать просто мы во-первых не обладаем ни рычагами для того чтобы каким-то образом это развивать есть организации которые занимаются допустим курсами языка мова на ново и другие то есть это не наша специализация понимаешь мы на политике конкретно кто будет заниматься кали уже страшно вот вы разговариваете на нашей родной мове почему бы вам на стримах не разговаривать на мове и так по полю резерве наш журн безусловно вот вышли хочется вот вы тут все-таки патриоты и не вводим с вас но вот кроку не сделайте в этом керунгу а вы хочется сказать что остальные не такие я же ну намагаюсь только что со временем не не есть свет на опыт и такого не бывает сюда не бывает можно за выключением евреев или там я не за что дотремали хорошо вот ты говоришь политика не играет роли но именно вот политически и с помощью принуждения как ты говоришь было навязано россии российский был язык навязан а теперь каким образом ты хочешь чтобы говорится несколько человек организовали там допустим как ты говоришь возвращение культурных корней там для людей или что-то подобное многим это не нужно и не интересно правильно ну так а что вы тогда буду мне такая беларусь нахер мне москальская беларусь не треба с чем за угодно она такая не треба нил гилевич покойный сказал коллега это будет не беларусская беларусь ха и левш не будет а кто сказал что не беларусская беларусь просто сейчас конкретно в данных условиях речь идет хотя бы не об этом умовы не поменяются потому только культуру без экономики без остального культурно то есть образование нужно объединять ласка лишь вы не будете обидно вы не хотите круг зарубить по другое стан культуры абсолютно не хлопцы вы знаете стан культуры как вы думаете там демократы наступить беларусская мова ничего такого не будет потому что стан мовы никак не залежит от лады неважно диктатура это демократы еще нечто мовы мовы поспехово знищаются в демократах примеры это Ирландия Франция Греция Немеччина например где мовы знищаются только так понимаете и по демократичной причине есть диктатура где а есть диктатура где на дворот мовы поддерживаются и демократы нияк это не залежит политичного уклада нияк хорошо а я скажу что я ставлю мову еще таки на первое ну вот глядите берем державу некоторые кажутся вот Максимюк есть многие народы свободы там Мацкевич каже такое что ну не важно держава есть это Тарас дарит ну люди а давайте подлечим кольки в середнем начале держава это абсолютно не что или вы один а побочи сет нас я тысячи годов вот курды возьмите немало их державы не дают им державу али народ юж и будет разумеется политичный лад сегодня один завтра другие в общем я понимаю о чем ты говоришь у нас есть даже на основном канале видео на эту тему о том что как раз таки мы отстаиваем белорусский язык то есть чтобы действительно был белорусский язык необходимо чтобы он был государственным языком единственным государственным языком государстве нашем да и мы об этом и говорили что необходимо уважать свою культуру национальную то есть продвигать и без этого никак невозможно независимая беларусь поэтому ты немножко здесь ошибся то есть мы никак не против этого на российской я думаю а теперь глядится простую речь на неправду на неправде правду не побудуешь на двухдушности так само я поклумачу одну речь вот я вселился на приклад в мой дом тут же циковали за мной вот я по-белорусски вообще да разговаривают а люди ну можно прикидывается там перед нами выпендривается и сюда меня проверяли украми слуха или ущуды только когда вы понялись что я ущуды однольковы ищиро вот это моя сутность тогда мне поверили таких людей меньше одного процента во всей стране и чего ты хочешь а я Олег или вы на российском мове рассказываете про потреб белорусских это двухдушность дело в том что 99 процентов всегда разговаривают на российском языке в беларуси вы вы коли за стены города пошли раз у беларусь выезжали скажите в беларуси в минске я вообще-то был последний раз там 26 наверное апреля я не в минске живу ну неважно вот за стены своего города уезд где-то год назад там там говорят на торсянке но не на беларуском языке в лучшем случае смесь русского беларусского языка в архангельской области на какой мове разговаривают простой пример Кошель простой пример по поводу того что ты говоришь когда на ютюбе появилось видео в котором Максим Филиппович в комеле заметил просто что вокруг на рынке нет ни одной вывески на беларусском языке ты знаешь что началось в комментариях его обвинили в фашизме за это а что это для реальных житей ну покричали понаписывали в интернетах и что что изменилось в житей вот в том-то и дело что будет важнее для человека то на каком он языке разговаривает или то что простите у него завтра не будет работы ему есть просто будет нечего первостепенно что для него будет важнее а еще потом завтра выяснится что президент который уже находится годами не знаю там продать куда-нибудь беларусь захочет чтобы нужно язык или это добра а у вас колбасы не хапая на прожить у всех тут собрался я например безработан уже годами но я тоже практически в таком же положении то есть тут смотри вот ты говоришь политика неважно а кто остановил процесс беларусизации не лукашенко ли в 90-х годах не абсолютно не это зарабили люди которые называют беларусами почему-то мне кажется что нет люди которые хотели разговаривать поважали свою культуру историю то неяки блукашенко ничего зарабить хорошо социальные сети на каком языке телевидение на каком языке российское в основном практически законы присягу на каком языке принимают на каком языке дипломы дают откуда все это идет не от государства так не 1 закрылись за все это время беларусь но в нашем случае именно от державы кабельные сетки дарутся но не держава сядете выбираю тоже такого не было сейчас что такое держава давайте мы так само держава когда так разобраться чего чиновникам айтина вазе администрации президент государства держава это две разные вещи это очевидно ой а какая разница ну одну народу российская применение тех или коммуникаций законы управления и так далее а страна это совсем то есть дух нации можно сказать культура нации и так далее добра улады дрен а кто позиции пирожка джая нашу против ладу на белорусской мове не что спонсовать белорусские мовные проекты неких не спонсуются спонсуют же ее спонсуют же эти проекты вельми мало на белорусском мовные проекты прошел проекта слышали наш день это это по всеми я на серьезные проекты какие не страшают на на всякую хрень об просов не демократы правы там геют и аши нечто там зарабить такое ну вот такой левацка демократична Гэта грошей куча. А на звычайный проект на подпрылку белорусской мовы не будет грошей. Их то не дашь. Кстати, самое интересное, поправьте меня, если я не ошибаюсь, изменение в законе СМИ, которое теперь принято вроде бы у него уже, доля белорусских каналов на белорусском языке должна быть теперь выше. Ну и что, что-то изменит это для людей? То, что будет больше доля? Нет. Будут больше людей выходить на протесты, например? Нет. На патриотизме как раз-таки может государство и сыграть определенный момент. В том-то и дело. Это наоборот и не сыграет. Там немножко все другого. Все сыграет это на политике. Это немножко другая ситуация. Хобб, я вам скажу одну парадоксальную речь. Я долго имел справу с всякими оппозиционерами. Потом имел справу с державными структурами по праце. И я пришел до одной высновой, что шанец стать белорусской в Беларуси есть как раз с боку державы и ее чиновников. А с боку оппозиции в уголе ничего серьезного нема. И я подлумачу чему. Потому что, на жаль, лезь Беларуси и у тем леку белорусской мовы в 90-е годы опнулся в руках жуликов и проходимцев. Они вельми популярные. Они в ауторитете. Но это жулики и проходимцы. Просто не все все ведают. А я уже поживши и суток пухшися. И я зрозумел, что эти люди у них демят. Ну, это жить не працуючи. Это первое. А другое иметь в себе на пагорочек таки забраться. И иметь ауторитет. Разумеете? Такое свое эго пестиц. И это трагедия Беларуси. И улады стали в позу супрацьих. Выбрали как раз целью такой белорусской мовы культуры. По кольке яна крысталась опозицией культурная. И в вынику потерпела белорусская мова. Цепер, чиновник трохи инше уже явление. Тому шанец есть. Не факт, что это нечто отрывается, а есть. Тому у оппозиции шансы на вот тут нулевые. Естественно, нулевые, потому что у них никаких инструментов просто влияния, скажем так, нету. В основном все инструменты влияния сейчас находятся у нашего руководства. От него это все теперь идет. Народ, ну, такой народ, который проглотил пенсионный возраст повышен, проглотил декреты, естественно, от него ничего не пойдет. Ну, проблем уху народу нема. Вы не заразумели, что нема, есть населец, никакая народа нема. Народу это колея, колея, что я знаю, а что вот я про это и говорю. А что можно объединить, политика экономика? Негативная повестка может обеднать народ, собственно говоря. негативная. Какая повестка? Негативная. А завтра придут российские войски и кем будут граждане ГТ Беларуси? Они уже сегодня могут быть. Независимость независима от их взгляда. То есть целостность границ. В чем проблема? Я помажу. Не будет беларусов как народа, не будет ваших ни политичных, ни каких, негативных, ничего. Станете российцами и все. Ну у нас так казалось. И так стало, если я гадал. Все равно это не менее ты согласен. Если не пытаться хотя бы кому-то, хотя бы что-то делать, ну так естественно оно так и будет. Вот кто-то сказал, что здесь может российские выиска быть. Они уже могут быть сейчас здесь. Это само по себе ничего не меняет. Не, они могут быть по одной простой причине, что для этого есть подставы Глеба и все остатнее. Калиб тут была Беларусь, неких подставок Глеба для этого не было. Именно вот голову не пришло. Нет, а я вот не согласен. Если бы здесь была Беларусь в том понятии, которое вы сейчас и говорите, здесь было бы что-то похожее на какую-нибудь Грузию, не знаю, что не варянцев было. Мы давно бы уже были у ее развязи, поверьте, наприклад. Я что-то в этом сомневаюсь. Вряд ли бы было бы Евросоюзе. Солик носить подпочатку шли уже давно там были. У нас позиции евроинтеграции сделали еще в 90-х. Баллопарки петрушки люди живут подповедно. А почему это у меня такое впечатление, что влияние здесь России на Беларусь оно и тогда было значительно, оно и сейчас еще больше стало. Коли ты говоришь на мове ворога, ты под целком под его контролем и уплывом, что тут не разумело. Коли ты читаешь литературу, гляжишься в талибачение, газеты читаешь, там комсомольские правды всякие, как называют комсомольщие биобахтеры и все такое. Ну про что тут писать? Коли ты сам друг друг робишь, тебе она не цикала, не потребна. Ты все равно будешь их корыстаться. Я ничего русского не читаю. Ни никаких не перенач не смотрю. Это просто заметно. Иронии не читал, в школе не читал. Толстого не читал. Нет, как ни странно. Нет. По школьной программе нет. Нет. Как ни странно нет. Литература я просто пропускал. Не интересно. Я просто пропускал российскую литературу пропустил. Я вот какой-нибудь вопрос сейчас по литературе задаст по-русски. Я ничего не вспомню. Мне сейчас из книжек дома это детективы чейза. У меня нету ничего русского из книжек. Чтобы я это прочитал. Ты как ты от знаки от рам душ. Я книжная литература например. То есть на российский. связь пропадает. Я не слышу Вадим. Слышно плохо. Вадим повтори вопрос. Я не было слышно. Ну я скажу например техническая литература на российском мове. Ну на российском то да. В переводе то на российском но все равно то она сама по себе не российская писатель то не из России. Хлопцы читайте какие-нибудь онлайнеры тут баи комсомольские оправды да без розницы все российском мовне читайте белсад и они абсолютно на белорусском а российском мовне никакие вы не читаете. Ну почему же тут же например тут баи есть. А тут баи выдатный проводник русского мира. Выдатный просто. И они все подеи замежные передруковые из российских СМИ. Правда. Ранее они просто указывали откуда сдирали. Теперь когда начали критиковать за это. Ну зачем уже там обы что вдруг аваре. И они уже начали просто такие сборные артикулы делать и уже подписывать что это тут баи. Но это российский погляд на свет. Ну не можете вы обойсти этот вплыв. Ну не можете. Я например даже нашу Ниву перестал читать. Нема сенсу. Нема белорусских сводок масса информации. Белсат это не белорусский сводок массовой информации. Наша лила да черт ведет шеет. Собрались и не ка кубка людей и займаются херней за великие груши. Вот поглядите дели цикавости крымско-татарский канал. Какие отремлены отменьш груши чем белорусат и поглядите как его текало глядеть и что такое белорусат. Это просто я как образец назвал. Потому что белорусских каналов как таковых я вообще не видел именно белорусских. Белоруссат это просто хоть образец какого-то белорусского канала. Я вот это и не видел. Есть белорусский канал по-моему в пакете зала то ли еще какой-то но один из по-моему бт их там 4 либо 5 на белорусской мове. Это снова та же ошибка. Если если канал говорить по-русскому это ничего особо речи на белорусском это особо ничего не значит. Что угодно например пересказать российскую передачу на белорусском языке. особо ничего не изменится. На мой по-басту показывали. Ладно я еще расскажу вот калевые не готовы крок зарубить чему лучше каяться от лучших что готовы поэстезовать. не же сказал что мы ждем что то кто сказал что не готов сделать почему болтологию объяснили что мы рассказывать свою проблему роман рассказал свою проблему или человек может пример мы это будем вообще то ты сегодня как бы немножко не по теме зашел мы сегодня конкретно обсуждали был стрим по поводу вот этого одиночного пикета который произошел ворши человек рассказывал дал нам интервью по этому поводу но мы увидели ты зашел там в гостевую и я решил тебя впустить может быть ты что-то по теме скажешь а ты как бы перевел разговор совсем другую плоско славяш не бачу где тему а где глядит тему ну вот бачите он и шесть человек пытается как а кто а кто там робин пикет я два пикета ну ясно а на вошто показать свое недовольство тем той политикой которую сейчас проводит нынешний жалов старый че там на украинском канале дмитрий таки сворши был страшэнный Лукаш шесть а перо уже засумняется моцно вот можете его нет запросить в ворш я дарча часто бываю в ворш там таки Геннадь Шепелев есть верный файный человек и он пикуется крапивинским полем чат для усих там т.м.е Вадим это уже устарело то что ты опубликовал это же в пятницу было а вот добрый вы вышли так вас не задовольняло мне что воршить и Украине в целом в целом по самой Беларуси то что делает руководство например тот же декрет те же обещания Лукашенко вечно капитал мы затрагиваем в основном политику то что ведет само руководство страны то что она будет это вести то же самое на белорусском языке это чего не поменяется поэтому именно язык сам это всего лишь один из элементов не более того не поменяется что поменяется то бок вы вышли с утра чего света ничего конкретного а тем часом у вашей ворши абсолютно начальство ненормальное в музеях дарычи мы не были в музеях в парамузеях ворши убачили Сталина и мы домоглися что из музея прибрали Сталина а может теперь снова Сталин заявился у вас самые ворши есть но я речи яке варто было их начать я бы сказал понимаем ворши два ленина стоят например ну и что я с ними сделаю пойду снесу сам у вас там культурницкие акции не забороняем местовое начальство я шенники речи а денег я там не бачу а вы даже видите что там есть униятское служение по неделях в костюле белорусском он не дарит ворши нет я этим не интересовался зато мне известно что в ворши есть свои так скажем так куропаты я хожу просто убив прибирать там чтобы люди чтобы оно было похоже не на помойку она хоть какое-то место упокоения людей которых просто не но это правильно но а выступать против света это не продукци снова ошибка никто не выступает против света показывает что недовольны есть люди которые таки недовольны что надо менять что-то но даже один человек все равно тем не менее ну разумело ну олег это ну ладно у вас живут что там куча неких политичных организаций мне по крайней мере особо этого ничего не слышно не известно по крайней мере у меня есть немножко другие проблемы вступать пока у них я сейчас догадываюсь про союзерэп пока что вступать я не планирую по крайней мере это разумел не ну политичные немасенсы у нас уступать просто эти кучами они там займаются ну это я вам точно не могу ответить но по крайней мере то что вы сказали про язык все-таки политика экономика стоит на первом месте язык уже простые инструмент у вас ничего не отрамается ну что вы поделились своим мнением я вас услышал другого не мешает нужно и то и то в первую очередь сохрани границы это раз вторая экономика третья культура и все в одно а кто границы будет сохранять можно таким пытанием граждане этой страны то есть получил какой-нибудь маракканец гражданство беларуси он будет защищать границы беларуси соответственно и так далее имеет значение что будет защищать их в одиночку когда всему остальному обществу будет все равно что сейчас в принципе и заметно когда приезжают люди из России я уже такое ворши замечал они когда особенно в нетрезвом состоянии начинают матом говорить на президента потом да скорее бы пришла эта Россия может быть все было бы замечательно да 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 есть такое я вот становится все больше что-то что-то таких людей просто дойдет это да я вот тоже фридом беларусу об этом говорил что у нас таких очень много здесь восточной беларуси которая вот Россия приди Путин пожалуйста завоюй нас побыстрее а он не верит на них заяву за сепаратизм подойти не знаю шикардос хотел Гомель к России присоединить и на него как-то ничего даже никто не среагировал от русских людей как бы яны тут Беларусь баранили от русских же ну смешно вы не разумеете что это не беларусы так а мы это и говорим что это пример тех людей которые уже неизвестно кто они а я избирайся нечто менять продапоможен политики экономики как как а причем здесь именно конкретно эти люди других нету нету людей которые находятся сейчас у руководства страны которые могут посмотреть что есть недовольные так что-то начинает происходить а у нас тут еще и во внешней политике проблемы а надо как-то идти можно на компромисс с этими людьми и такого быть не может при владе причем на разных изровнях стоять люди пелные люди с пелной с полными моральными стоями тихо отсутностью так скажем это будет докладно будет еще такое нормальных людей у нема на киров нижних фактично посадок нема почему вот романчук продвигался или идея либертарианства то есть давил давил оказался полным засранцем тут литвин по-моему уже даже какие-то небольшие свободы калия ему пришел час как бы баранить свое свое переконание и он обоссался в промоем сенсии этого слова как можно верить человеку никто не будет верить человеку еще раз повторяю ему не нужно доверять он даже политиком не является по факту он же сам про это сказал он является то есть популяризатором самой идеи свободного рынка слово обоссался человека ничего не вар разумеется никто их слухать не будет не он придумал идею либертарианства пятый раз наверное повторяю а вот теперь мы для один кто-то килибертарианцев особо романчука и думаем а может он вообще такие какие нормально общался был даже на лекции ну нормально ли обоссально ну не не тягни ее ни на лидера ни про никаких идей не тягни лидеров пишет только холопы российские извиняюсь за выражение лидеры лидеры даже некие рода нехто может брать на себе отказ и тягнуть так не бывает что вообще уже лисий потягнул почему бывает либертарианство как раз про детенциализацию то есть она за то чтобы каждый стал лидером в своем отдельном регионе и было самоуправлением вот о чем это по сути есть приклады такого Швейцария США США лидеры конкретно люди которые берут на себе тягу понимаете это федерация называется я больше дробную узровень делу все равно на лидерах на мощных людях тут дело в том что там мощная детенциализация еще раз повторяю федерация в штатах есть мэры они они выбирают мэра то есть непосредственно граждане этого штата если мэр не выполняет их требования они говорят если через месяц там не построят дороги мы его уберем выйдем и уберем у нас к сожалению такого нет из-за полной централизации вот давайте прости мы будем и аквамируется что кто сказал что ломерец либератарианство уладит нет никто не говорит про либератарианство либератарианство просто пропагандирует те идеи чтобы децентрализация то есть либеральные идеи можно сказать в экономике самой можно каким чином достигнуть калийвусь наприклад я читаю что арбитрианцы рассматривают запрет на агрессивное насилие пропагандирует не агрессивное насилие в чем проблема нормальные люди тоже к этому тянут да что проблема все таки треба по голове давать ну молодцы тут я вас поднимаю да легко разрушать но труднее созидать ребята самое главное не то что легко разрушать лучше изначально не идти в неправильном направлении понимаешь почему неправильно вот мы создаем инструменты общения да вы их не создали по большому счету вы просто их эксплуатировать приписывать себе о создаче чего-то это я не конечно это неплохо всего лишь образец пока что я вам я скажу в конце концов нужно двигаться хоть что-то делать вот и ко мне что не шторобить некуда рухаться возьмите таки принцип для ну вы можете поставить и задач поколи вас нема выразно окрысленных метал и задач досягнуть этих метал куды вы будете рухаться вы будете совкаться скутал почему есть задачи вот ну расскажи ты мне уже надоело одно и то же повторять раз за раз о до речи вам не надо кучу вать коли вы будете менять людей вам придется 10 тысяч раз одно и то же повторить хорошо я не против ну либертария тоже группа телеграме к примеру есть после лекции того же светово поэтому это неважно сразу же державу нельзя убрать по щечку пальца нужно от нее постепенно отходить как это в развитых странах как это кажется отходить али простран скажите как они живут а як добро внутри краины коли нема податка обкладания а гроши откуда брать как это гроши люди получают деньги изначально люди отримали гроши ну есть держава есть некие громадские речи для всех потребны как бы на узроу нет державы а где гроши взять нет держава везде есть в каком объеме когда это государство на человека на гражданин написано податка обкладания век ну век моего а гроши забрать я вот поэтому сейчас молчу и вообще о чем рассуждайте дело в том что начинать не с какого там либератариянство еще чего-то почему это что если само общество не станет граждански активным на русском языке будет на немецком на белорусском это не важно я не понимаю почему вы к белорусскому прицепились да язык имеет конечно значение но если оно будет сидеть довольствоваться вот этими как я уже говорил теми тем что навязывает им государство что кто-то другой хочет так чтобы жили это люди все все остальное значение не имеет а может ли еще что-то там навязать или либератариянство что-нибудь еще не будет это иметь значение у меня например то же самое как и у вас такие же самые взгляды я например считаю что объединять общество нужно вокруг чего-то в частности вокруг благосостояния отдельно своих граждан вот так этого очень часто спорим это первый и главный вопрос а также кроме этого естественно добавлять и вопрос национальный то есть в первую очередь это потом и национальный вопрос тоже там развитие мягкой белорусизации например проведения вот в таком ключе то есть экономика в первую очередь потому что она объединяет всех белорусов и русскоязычных и там украиноязычных кто есть и русскоязычных и белорусскоязычных всех вообще короче это общая проблема а язык это уже все-таки немножко ну я бы сказал не то чтобы вторично но в данной ситуации вот конкретно сейчас это будет вторично я с Кошелем здесь тоже согласен потому что именно в данной ситуации именно еще раз повторю в данной я считаю что именно идентификация белорусов когда мы будем разговаривать и поважать свою историю свою мову и действенно махаться как он скажет каждый из вас який перший кробец до того как быть белорусом когда белорусы начнут себя идентификовать как белорусы вот тогда что-то начнется изменяться а пока этого не будет я с ним не буду я не вижу украины безнациональной идеи який нечего досягнули я их не вижу у них дай боже какая национальная идея у них свой вариант англійськая мова все развивают и особенным его зродили фактически особенная мова поэтому это не прикол национальный идея вокруг своего традиции культуры они побудовали шиколю хорошо а Австралия например или Канада это плохой пример да Канада Австралия там английский язык но они как бы ничего если вы за Канаду если вы начнете текается то Канада это не целиком один краина ну да там Квебек франкоязычный а не ты справа можно из провинции мая там особистую там еще ровно такие места очкованники проявы такие патриотичные алиб это эмигрантская краина ну давайте эти эмигранты эмигранты добро будем будовать Канаду не ну почему бы не привлечь Беларусь то есть свободной страной сделать для инвестиций и запада и востока немедли а кому это цикало все побегут адрес уже берут сделать условия просто кто сейчас будет создавать сейчас уничтожаете условия при которых эти инвестиции могли бы инвестировать люди тлумачу просто речь поэтому мы мы сами не станем бы никому не быть вот глядзите это корей вот у нас да и в Украине на вот кино сдымать на российской мое за какой мэто вот в Россию продают там рынок так тупость полная корей маленькая корея там поравнание с Китаем япония так робит свое кино яны спачатку не отрымлялась они зарабили свое кино робит только на корейской мое весь Китай Тайвань Филиппины полночная Африка Иран сядзять арабы сядзять на корейским кино якость дымается только на корейской мое глядзя на корейской мое субтитры разумеете люди а чому бо робит для себя в первую черву а наш робит некуды это никому не цекало и переводит тоже матрица к примеру сейчас перевели на мову я скажу про наш кину чему нема белорусской чему нема музыки нема даже на фестиваль попало белорусской музыки нет потому что ее пресек во-первых Лукашенко то есть посмотри какие вот группы были в середине 90-х когда вот начала формироваться независимая действительно белорусская культура посмотри что было какой разгром культуры предприняла вот эта власть то есть никто концерт не может провести без санкций без разрешения центральной власти программу надо представить показать если чиновнику понравится вот тогда они может быть утвердят все они выбирают до кого надо добра это политично заангажевана от шага не политично не заангажеванных ничего не отрывается куду да потому что культура как а музыка была нормальная 3 баком культурная основа к литература была нормально культурная основа была нормально никто не говорит что этого не должно быть все такое это должно быть действительно матчу у корейцев я как раз культура зарабила экономику и поглядите диктей у японии то я сама культура зарабила и политику экономик свободная экономика экономическом плане там а много что сделать это как-то тоже фактор очень большой я не зарабили там ну не все так просто я просто веду как это все родилось это все склада на родилась это абсолютно национально особенно так я с корейцами мил кольки справу это национальные люди до корейцы японцы друг друга ненавидели так но из экономики стали другом дружить как-то хорошо а про китайцев кофель что ты скажешь вот прямо вот за дуни тоже китайский язык культура китайская наоборот даже иностранные институты уничтожали выгнали там иностранцев всех но при этом же был какой раз гром возьми-ка ты культурная революция а придется обе не пригласили иностранцев капитал иностранный влился и китай растил после этого патентом расцвет и расстаньте у его в упу два раза меньше чем беларусь на душу на сильнее ну про что вы кажется расти кто расцвел не вижу где жизнь сейчас лучше там или тут китайцы сейчас рассматривают белорусов как дешевую рабочую силу готовы платить там по 200-300 долларов это для них небольшая зарплата и переносит сюда производства возьми-ка ты тоже джели там производят машины различные тоже запчасти все то есть уже они нас рассматривают как дешевую рабочую силу для себя о чем мы говорим китае все заняты все працуют вот не идеализирует китай там а я не идеализирую китай я говорю об экономике сейчас совсем другие там она все в основном зависит на лукашенко хотел принести сделать производство белоруссии слабенькая сейчас он хотел чтобы бить китайское производство началось тот же великий камень и все проекты любые китайские он просто хочет денег он ему просто надо инвестиции китая просто деньги нужны россия уже не дает и у вас хочет здесь производство открыть хотя бы китайской если нету своего вот это еще одна то причина потери белорусской идентичности в этого сказать кто это все сделал люди сами люди молчат им просто наплевать да есть бресте выходит на протесты и ходи выходили против завода бельной террелозы но это единицы это ну тысяча людей ну ну и все как строится дальше завод тот же бресте так и строится ходилки ты ты сильно глубей покормить люди все конкретные действия как это делали с пропадами настройки год назад что не так не делать неинтересно а что делают например сейчас сейчас кормят голубей короба так вот сейчас был вопрос про короба то ну и сколько там людей сколько там людей защищают историю где где весь хоть кто 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 эти люди которые будут ее защищать свою историю чтобы там увеселительное заведение из не находилась человек 1020 это некоторого сидят все время там делегации целы было там уже наверно тысячи человек за это все время за эти три недели проходила и что не нужно подговорить а за три я могу я говорю про постоянных на постоянной основе не надо не может все находиться людей и работа есть людей то есть один день может раз неделю прийти другой поменять его и так далее все сразу на часто ясную чтобы часто было больше людей ну даже тысяча людей это тоже мало 10 тысяч подругой делаешь пропаганды это и сама дали нового на нового тут шаров с там проводишь вот это так там никто тут на вас году вот там люди сбираются вот там нихрена робит метров там веселиться можно на сцене там стоять клоуны тебе веселять тут и побегут а корень что серьезное вы людей не сбирать вот уж ты же проговоришь на самом анализе то есть там нового и так далее если ты говоришь о академическом как говорится образовании так это государству что чиновники ведут увеличить ли количество часов белорусского языка или нет ведут ли школы полностью белорусской язычной высотках будет повелиться на кулькость белорусская мова из нас по моему с 8 из наступного года не помню но немножко лукашенко понимать начинает нет 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 он начинает только понимают когда ему начинают сбоку россии немножко так вода давать пинков вот карате из уметь и у нас люди народ ну нема народа мимо ним анима народа не чекайте согласен что народа нет но это не означает что вы не нужно пытаться создать ищем людей которые согласны объединиться тех кто готов действовать али для этого я как-то там медициномиста поставить абсолютно докладные и не хватит себе правду я вон один раз сказал так мне игр сказал голову открутить правду сказал что белорусы память и шейки я уже боюсь оказать тут не тут можно тут все можно нет и нет уже прямой эфир но не матом если я же думаю там что-то другое мы эфирного мы же щас мы же в эфире все время это это все идет на youtube мы же не просто тут разговариваем все же это идет на запись сейчас люди смотрят трансляцию вот уже два часа почти скинь эту ссылку ютуба суда в чате общий вот и пускай светом пролайкать хотя бы там за 1 5 засталось 4 так пролайкать и чем проблема до стрим канале сейчас пока подписок немного если был основной канал то там конечно побольше посмотрели но сейчас летом я видел что больше там 10-15 не собиралась даже когда была хайповая тема в апреле так там и 25 смотрели когда у нас было 200 подписчиков только на основном канале пока только еще как говорится мы создаем канал вот ищем людей объединяем их то есть делаем программы вот такие полезные а ты уже хочешь от нас что давайте там объединяйте делайте организацию а у нас ресурсы для этого есть а у нас люди компетентные в достаточном количестве для этого есть нету такая чего тогда вы требуете от нас мы делаем то что мы только можем делать а не то что вы хотите мы ты задать лето сразу все и сразу блин как я от вас подработал ким и ты задач мы их высказали объединить людей создать горизонтальные связи то есть формировать гражданское общество готовить людей чтобы общество было готово в случае так сказать когда представится возможность что-то какие-то изменения реальные провести в политике в экономике беларуси ну и в культурном плане то это сделать ну для нас это цели на большее мы пока не замахиваемся хотя бы так вот именно как их объединить у всех цели разные показывать проблемы те же обычных людей как они в суды ходят что и как их власти прессуют вот это мы хотим показывать и тут не имея значения каких человек взглядов главное что он гражданин первую очередь как вы этого не понимаете мы без батюшки кошель я комментарии зараз читаю тебе написали упороты какой-то на культуре отправьте обратно 90 правильно писали потребливая хлопцы вот добрая вам кажу давайте объединиться давайте объединиться ну вот мы объединились здесь на канале вот уже 118 человек притом люди разные мы понимаешь мы объединяемся немножко на других принципах чем ты говоришь то есть занимаемся созданием гражданского общества но у каждого какие-то цели свои вот у тебя белорусскую культуру нести то есть возрождение какой-то белорусской культуры возродить там язык тара традиции культуру да кто-то занимается там экономикой кто-то просто более какие-то цели преследует такие проще не настолько долгосрочные вот объединились мы одолеть что для для чего мы объединились объединил что тут вот пример убивать людей в этой армии выйти на протест какой-нибудь вот декрет номер один выйти протест заявить что мы в соцсетях против всего этого то есть сейчас я скажу понимаешь и так далее диктатура демократы кали мое снищается мне до лямпочки супротом и по факту того что знищается и краски говорим они кто по факту самого но в данном момент они робятся я буду далее робить ахалия занимаемся и мы али колея просто так безголового будет у него дома на чужих клава вот у человека вот рисует помочь там не знаю с адвокатами там с правозащитниками подсказать то или иное вот этой рису чтобы объединять так вот как раз в этом и суть чтобы привлечь создать группу объединить вместе то есть люди разрозненные чтобы в ней были правозащитники там адвокаты люди которые занимаются культурой экономикой политики конкретно то есть мы не политики мы не политическая партия и мы не занимаемся выдвижением себя на какие-то должности мы просто создаем горизонтальные связи закон чтобы вы имели ввиду мы просто кружок по интересам даже не заехать архисты собры хвилину одно я думаю что тот на ю тубе услышит кто-то здесь найдутся люди которые рядом живут либо в одном городе придут на суд и поддерживать человека это очень важно кстати чтобы люди понимали что они не одни понимаешь кошель цели очень разные мы просто объединяем людей которые так сказать неравнодушны к происходящему то есть которым не нравится беспредел которая поддерживают беларусь независимость беларуси и и вообще люди вещи разных взглядов есть тут есть кто-то более немножко левее кто-то более немножко правее центристы там либертарианцев он всякие есть тут кто угодно есть мы не по политическим признакам абсолютно объединяемся здесь не полностью по экономическим признакам тут разные люди то есть мы просто создаем горизонтальные связи людей активных и неравнодушных к происходящим а каждый несет свою программу кто-то работает в одной области кто-то в другой области кто-то работает в формальных организациях состоит кто-то нет вы мне тут кажется сетевую переключенную структуру такую вот видишь всех разное мнение вот и занимаешься другим и вас больше всего лишь то что лично не важным важно а я бачу что это не дача они проведете я не пачусы нет но как же а площадка то есть для того что как воздействовать на массы то есть если мы соберем больше людей сейчас пока 400 там через несколько месяцев тысячу человек соберем потом еще больше то есть это просто площадка возможность связаться с людьми которые например вот тебе понадобится там помощь правозащитников или еще кого-то то есть они будут здесь допустим в группе в чате то есть тебе будет легче удобней максимально быстро так сказать устанавливать связи с различными людьми передавать информацию получать в городе деревни неважно купцы калим тревогу была реально это помогание пароль следовому абсолютно тому я в это абсолютно так само не веру в это что-то изменилось хоть что-то нужно делать на пытание отказать для чагура бить у каждого свой у каждого свой ответ на это были равнодушны вот хотя бы для этого все просто как дважды два конце концов не понимаю что тут трудного понятия действительно не понимаю пять раз одно и то же повторяю люди помогают друг другу не были равнодушны все хотя бы идите все в церкву там таких шмак с чего вы это взяли вот секта стояли что если люди просто друг другом дружат то что секта или что что за бред цели не описаны сохраняйся целостность государства чтобы люди были прежде всего гражданинами чтобы не были равнодушными друг другу правильно вот это уже согласен тогда опять же вокруг чего мы будем объединяться ну к примеру за свободный рынок примеру чтобы люди были самообеспечены чтобы было хорошее образование и так далее программу можно выставить сразу то есть что вы сразу хотите от нас все и сразу блин понимаете любой народ и он народ потому что он нечем адрозниваться от другого народа а вы пропадаете некие речи дивные ну нет некие универсальные абсолютно что у нас нет ничего не адрозниваем но вокруг этого не объединяются ну так тогда давайте я буду объединяться с американцами и зачем мне делать здесь где-то когда это все уже есть то есть зачем потому что тогда не будет детенциализации то есть не будет самоуправления не надо вы декларирует все цели которые уже есть ну да и их в том числе которые уже есть в данный момент то есть целостность государства опять же какого он правильно сказал какого белорусского но от белорусского кроме как самого названия здесь ничего нет белорусское государство не значит что говорят все по максимуму людей на белорусском языке у всех людей свои интересы эти интересы должны быть не объединить об и литвиных всех по одному признаку если вы объедините там сто человек каких-нибудь белорусскоязычных вот это все то есть но это точно не та цель у них под универсальными требованиями можно объединить практически ну всех здесь большинство нам просто вы пропонуете иметь территорию просто не державу а территорию где вот кожаный роберт да теперь такая кожаный роберт у тебя будет свобода пропагандирует свою тебе же никто не будет мешать а что у меня свобода такой вы думаете нету сейчас нету чтобы было лучше в том то и дело чтобы ты мог был уволен делать так как тебе удобно то есть не нарушаете не поверите я человек абсолютно вольный и пропагандую свои идеи и никто мне никак не прошкоджает вот выйдите с вас своей вот этой вот речью куда им в одиночный пикет я посмотрю что с вами будет что вы сказали что вы человек вольный так почему вы не можете такую вещь просто сделать это просто не металл не а выходит на вошли выходит этого это показатель того что никакой вольности как вы говорите нету это блокирует блокирует ребята ребята подождите вольность это не означает самодозволенность например вы говорите о государстве которое ну там все хорошо как ну вашей цели но я буду являться противником вашего государства и ввести а законы что кто-то отменял литвин разве у государства есть законы конституции все прописаны то есть и чтобы конституции стартовалась четко и ясно а не так на услугу определенных лиц только для людей исключительно а мы вернемся до второй конституции коллегу до референдума белорусского 1 и держал да можно это необходимое условие тоже постепенно можно просто кошель сейчас в начале те цели которые ты декларируешь их большая часть населения не принимает поэтому ты никогда не сможешь под этими целями объединить белорусский народ то что ты сам говоришь что его нет в том то и дело поэтому сейчас необходимо людей объединить под теми целями под которыми возможно для того чтобы создать так сказать государство свое независимое стоять независимость от россии то есть избавиться от диктатора все чтобы мы были независимы банально главное объединить народ то есть создать чтобы был именно вот субъект такой который бы мог противостоять власти наше государство разбалансировано абсолютно здесь есть диктатор остальные институты не работают парламент у нас не работает он никак не уравновешивать диктатора он уничтожен суды зависимы полностью судьи назначаются народ никак не борется не протестует то есть ничего не делай это нужно изменить суд присяжных чтобы был выбором мэров но при этом кошель никто же не отменяет установление национального государственного языка белорусского то есть увеличение количества белорусского языка в школах то есть ну национальный вопрос и воспитание так сказать белорусов никто же этого не отменяет а если ты поставишь сейчас белорусский язык впереди то тебя никто практически не поддерживает один процент поддерживаться чисто за это это слишком узкоспециализированная цель в начале на начальном этапе ты не понимаешь этапы сейчас необходимо объединить весь народ для другого наш выпадок абсолютно не уникальный и не я про таким подходе ничего не будет однозначно люди хоть сделают и что-нибудь выйти в одиночный пикет как это сделал Роман ты ничего не делаешь у нас за вашего если что-то пытаемся сделать со своей идеей которой вы говорите что первое что одна из основ это белорусский язык это просто образец пример ребят вы просто не знаете чем занимается этот человек поверьте на слово он давным-давно все делает и побольше вас всех вместе взятых я например не люди ну скажите вот вы кажется оборонить державу кто будет оборонить державу русские люди будут оборонить державу от русских людей не будет такого не так мы можем объяснить этим русским людям что государственной границей непосредственно той страны в которой они живут лучше чем и Россия если они присоединяются вот что мы можем объяснить то есть или просто хотя бы воспрепятствовать появлению таких же новых я вижу русские люди любят крепкую руку героевника и быть великой державой вот это недостатково поверьте вы что не видите это на прикладе существа ватника можно переватнить через недели исследование проводили можно просто по фактам долбить 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 и может ватник статья ватник проблема в том что этим никто не занимается сейчас государству выгодно чтобы были ватники тупые упоротые ватники поэтому оно это поддерживает вот вы не разумеете Беларусь абсолютно я вам хочу вот одну пропоновую заразить попробуйте как нибудь может у кого дастся поедьте в какую вёску поживите там хотя б тыд вот ну просто я с ком жить всё и вы а какой процент населения живет в деревнях кошель на крестьянке разновляется кошель а какой процент населения Беларуси сейчас живет в деревнях и какая динамика идет чудыш чудыш относятся как бы и малые городы всякие поселки ну я живу в маленьком городе где 10 тысяч человек ну и что здесь никто не говорит на белорусской мове почти не уменьшает это и таки город уже на убыль на убыль не я до того что на убыль там иди алигатэш люди переезжают у городы и что психология выход этого не меняется меняется просто вы больше миликруете вы это меньше уважаете а все застанется как и было так вот увезли жили так и живут и психология нет нет как-то особо не было это заметно что сейчас деревни и самовезки просто исчезают люди оттуда уезжают кто в город там доживают старые пенсионеры люди 50-60 человек и они вязкулцами застаются и на латышей упершим другими у третьим поколений такими застаются если бы они оставались в деревне в первую очередь внуки и даже дети уезжают в деревне оставляют стариков своих там умирать те умирают и все и деревни пропадают их отключают от электричества технология вязковая у нас на водогородской культуры практически нема на воду минскую практически нема но это понятно люди даже не знают где какой музей находится это так простой пример так она и ниоткуда не появится это основная основной вопрос общество само по себе сейчас каждый сам по себе если так ну продолжать делать ну и толку от того что мы будем размолять народ не может опять таки то ну вы пропадаете объединиться вокруг речи вокруг этих никто нигде не объединил быть гражданином это да нет я не согласен абсолютно например вот вы говорите в смысле то есть человеку каждому человеку интересно заниматься какими-то своими делами которые возможно для общества могут быть полезны и этому самому человеку от той идеи который он может для этого общества дать не будет выгоды самому это такой самый простой пример в чем здесь ошибка а все так не могут это одинки какими от рыбаники рыбшейки у всех обед все их пока таких нету у вас хотя бы та же возможность заниматься своими делами спокойно ну вот да это пожалуй действительно я бы своим предпринимательским делом хотя бы дать свободу в этом плане блин и объединить опять же делами не основном дело языки хотя бы объединить чтобы люди друг друга ненавидели перестали согласен вокруг он же и говорит вокруг гражданской идеи свободы может объединение анти ненависть той же беларусь дали клин тут все на самом деле очень просто люди вы хотите быть людьми вы хотите жить в нормальной стране то есть не мешать никому ты не мешаешь мне я не мешаю тебе мы как говорится живем нормальном обществе то есть ну и все соблюдение законов мы решаем вместе соответственно потому что это все касается независимости что ты там примеру работа смотрите да если мы будем по отдельности то нас задавит соседнее государство государство наше собственное то есть смотрите с нами не считаются построились хотели вот построить этот аккумуляторный завод даже не успросили у народа пока не узнали пока народ не начал объединяться выходить на митинги и бороться то есть с этим и теперь все раз другой сделают и чиновники уже будут задумываться потому что они поймут что они не смогут заключить контракты за спиной народа и как говорится положив себе в карман деньги строить различное токсичное производство небольшое такое замечание внесу скажите а кто был самым наиболее активным скажем так противником построить этого брестского завода народный репортер я знаю там с народного репортера люди может они не первые были но они подхватили и эту идею я вас спешу разубедить знаете кто анархисты возможно одним из самых таких активных это были анархисты вот только что люди выходят голубей покормить ну вышли голубей покормить ну никаких особых выражений недовольства а также а двухтысячный митинг в парке там героев в бресте когда-то оно было 1 мая по моему мнению 1 мая 29 апреля кажется разрешенный разрешенный да ну и и она если у меня какого это будет допустим сейчас же идет обсуждение идут трансляции как будто я лукашенко я как собираюсь сделать что-то что люди другим не нравится а в том то дело что это не лукашенко тут региональные чиновники лукашенко сейчас выжидательную позицию занимает то есть сначала он как бы был за ему представили допустим тот же чиновник я вам даю решение а вы идите там где-то помитингуете что-то там поговорите но оно и забудется будет просто для истории где-то с хрена что кто-то помитинговал помитинговал и особо никакого это дело что она не прекращается идут обсуждения сейчас начались вот к примеру если граждане решат какую-то проблему их это воодушевит и они начнут требовать свои права еще больше в других местах и снова это те и те и те люди подсувствуют что они имеют свой голос заморозка декрета номер три после протестов имела огромное значение она как раз показала людям что они могут что-то сделать и в общем после этого и началось активное движение развитие блогерство белорусского здесь и собственно то что сейчас происходит до слова не логилевич не треба мне вот такая белоруссия вот мне не треба а какая а там там продпринимальники блогеры шинника хрень а что всем в деревню переехать причем тут деревня а в чем не понимаешь бывают разные взгляды или вы такой простой вещь не понимаете что улера калинаска алим не поглядов и нельзя заставить поменять ласка аликажу но бы якобы мне это вам интересно вам интересно то что вы говорите но предложите то что вам интересно расскажите об этом то есть можно даже выпуск будет отдельно рассказали вы рассказали что для вас беларусь белорусы например вот это белорусский язык это одна из идентичностей первую черву белорусская культура мова это частка и культура например тоже но время меняется всего лишь образец да мир глобализуется к сожалению с этим сделать нельзя ничего ничего ну так калинас мне это не текало это вам опять то есть вам не интересно какие-то изменения да то есть вы хотите просто что-то но если бы вы могли их остановить эти изменения туда но дело в том что вы же не можете остановить без розницы это московский кацап станции минский кацап станки вы пропадаете ласканом считается что-то то где люди должны быть именно вот такими вот они какими-то иначе так это уже простите это вы сами начинаете когда себе противоречить или опять-таки я не прав вы как-то строите всех людей по одному какому-то шаблону ну так быть не может у всех людей свои интересы в том-то и дело что мы хотим с разными интересными люди объединить ради общей цели хотя бы даже например вы говорите что мол российский язык там это тот что он такой плохой но причем хорошо так есть так сложилось и с этим сделать ничего нельзя сейчас пока 99 процентов населения на нем разговаривать читает его своим вот что с этим сделать язык тут вот что вы говорили про примеры деревень это все образцы это просто образец многократно это повторяю если вы будете выстраивать вокруг это это образца идею вы это просто проморгаете самый основной источник проблемы я судовно разумею проблему и я разумею что пройдя вы до влады для меня ничего не изменится абсолютно вот мы то и не стремимся к власти неважно ну придут ваши либертарианцы все разумеете про этих либер это крепко кто там не знаю нет тоже не стремится вот то что я сейчас разращу вы пропонуйте за кого успех ну я за все допытаюсь а кольки треба вам тон колбасы как на жертвы и вернуться на приклад до культуры до мовы кольки конкретно никто не может отказать потому что это это не аргумент потому что я отшую этот аргумент на вот от людей яке на жертвы яке мают на вот яхты и все равно колбаса не нужна все равно они кажутся про колбасу ой не дамо треба развивать это и он наелся но хлопцы я еще раз скажу вы зараз скажите про колбасу а это мне не текало абсолютно нет мы про колбасу не говорили вы кажете вот это ваши блогеры про кремальники это колбаса нет это все колбаса да нет опять же мы просто приводим примеры это колбаса кошель кошель когда в стране давай я уже возражу когда в стране будет будут деньги то они будут выделяться в том числе и на пропагандировать культуру и мову сдымки фильмов и не нет это крайне случае нет и мария походи развозил полдневой корее полдневой корейцы сразу начали снимать фильмы про якия ты казал спачатку они экономично узнялися а потом эти деньги начали снимать сначала они за миску риса работали и они не хлопцы вот ирланды и они так само отклали ирландскую мову мы экономику ну подняли экономику не подняли экономику ирландия нищая ирландия нищая ну 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 али новая еще больше с рацией разумеешь вот и культура там сам кто-то был предложил сделать это конечно грубо сказано из белоруссии некий аналог сша так простите белоруссии сколько национальности живет и русские белорусы украинцы поляки по международной классификации белоруссии мононациональная краина и давайте мы не будем без этих спекуляций да тут в этом я согласен а то мы так да размавляемся что треба приеднаться до суседного государства державы нет это я по поводу того что объединяться вокруг языка это одно из основного нет у белорусов больше ничего не ма чтобы их объединять Ригии не ма мы не на острове как ирландцы живем гор вокруг нема ничего не ма врача белорусской мовы что нас я знаю как белорусов вот как народ белорусов больше ни одного фактора не ма да хорошо кофе а для этого нужны условия чтобы мова была введена так сказать в обращение посмотри социальные сети на русском языке вот и хочешь да выучил там в школе белорусский язык все хочешь разговаривать а с кем соседи там друзья не разговаривают ты заходишь в интернет там российские социальные сети а почему и российские каналы потому что в беларуси нет средств чтобы создать свои вам тут никто вы сами не хочет разумеется ни Лукашенко не виноваты никто не хочет вот это все но вот конкретно что вас в текущей ситуации изменит разговор на белорусском языке массово какой-то какой-то массе я вот белорусскую мову при ТБМ выкладал так люди приходили целиком российской мовной российской культуры и я бачу на кольки изменялся святопогляд люди изменялись после того как выучение самой мовы механично не все дает но мова это ключик уже когда ты окунаешься в культуру согласен согласен в школе все проходят белорусскую мову и вот так 99% русскоязычных и вот я бачу как люди меняются за все меньше святопогляд и воспринимание жизни до всякого всех сфер политических любых я же это бачу разумеется ребята кошель хочет сказать что он правильно кстати я то что и вам задавал вопрос вокруг чего будем объединяться вы много-много чего говорили но он очень верную речку сказал что у белорусов осталось только одино неодино еще я их истории дадам а лишь только мова их история вокруг этого и потребы обвинения в том числе мы об истории рассказываем то есть есть сайты блоги которые раскрывают эти подробности добра приедут белорусы из канады из польши из шайки не ведут российской мулы или навык не разумеют по-россейску вот старшиня бнр сурвила не разумеет по-россейску как вы объеднуваться будут вы вы белорусы я не белорусы разумеете сказал что мы не можем понимать белорусскую речь а а а кто сказал что мы не не сможем говорить по белорусскому языке сейчас говорим на русском потому что на русском языке уже привычнее просто стал разговаривать чем на белорусском на своих интересов работаешь теми людьми которые например разговаривают на аналийском у у меня английская филфака это не аргумент или это все сто разу уже нет мы просто начинаем сейчас ходить по одному и тому же кругу мы прошли один и тот же круг несколько раз это это важно вот приехали белорусские дети спадляшу у новогрудок у музея мицкевича так их их отновились обслуговывать по белорусску категорично а дети не разумели по российскую ничего по белорусску разумеют по польску разве по русску не разумеют а в этой придурки и на эту голову не приходит что никто не разумеет по белорусу по российску разумеется я еще раз скажу вот белорусы вот белорусы вам показывают де деление разлома что нас объедного я сейчас скажу один это белорусская мова и от белорусов белорус из россии из канада душер только это а коли мы будем на разных молах а лезвий к экономика добра и что нас это будет обедного дни яйца возможность это делать когда будет у нас экономика нормальная политика ирланды я показываю что не будет не будет вы будете твое самое казать и коли будет лучше кого не будем оказать мы бы дадим им больше свободы если что-то поменяем ирланды и в опыт ирланды показываю что ничего подобного не не отбудется не отбудется но тем не менее всего лишь примеры и не означает что надо пытаться какая разница не вот добра я приехал вот я белорус польши я живу не убила ручь вокруг чего нам объедула экономики у белоруси нам польским белорусам и канадским объеду вас это смешно у их там яну свою экономику и культура и культура культура мы то здесь белорусы живем у нас то здесь свои проблемы это не язык а русы живут и шеи позамеживай белорусе белорус не убираюсь одевших белорусов а почему они большинство уехали и уезжают до сих пор эмигрируют уехали белорусы у литве латвии польши украины там же просто не тропили у иншу и держал уже дальше подумать понятно мы живем здесь белоруссия а ты значит можно начать не от их куда девать они они сами хотят вернуться что же вернуться это их земля ну так вот они не поделены он мешает им никто а кто тут мешают вам на прыгать никто не мешал вы сами почему вы заставляет стоп я стоп-стоп-стоп-стоп секундочку я проведу собственный пример допустим я начну разговаривать на белорусском языке с какими-то людьми с которыми я общался либо до этого либо возможно в будущем меня понимать не будут вот в чем дело я могу с белорусами обращайтесь за находимся в сеттут и келись у тебя белорусом чему мунира нему не разговариваем на самой милогучной прыгожей моли усестью стекала потому что мы привыкли на русском другом не разумеется тостик за русь я у меня сейчас разговаривают типа белорусскую и практичная николи не стыкался коммене развеют эту пинтер бы быть как бы не разуметь у белоруси белорусскую мову ты и все выпадки кали меня не разумели вельми легкого решали все просьбы дать книгу пропонул одразу все починали разумеется вы сами право то вы только что и сами перевели пример тех людей которые не хотят особо воспринимать язык это как у меня но мы это разговариваем сейчас понемножку под руку это их проблема чего я мужу под их подладживаться я не просто саванцы а я мужу под их подладживаться почему это так не вы предложение замечание берете это тоже только вы не выпад не будете поставиться они под вас это есть своеобразный договор потому что он белорус ну разумеется вот вы мне что хочешь можете сказать и вы сами разумеется что ну вот у меня позиция самая белорусская самая можно сказать правильная к сожалению это но вы не понимаете это все же просто еще разумеется я это чу тысячи разу тому я отмоляю себя это разуметь это чисто слабость не больше зато и оправдание властной слабость мы будем разговаривать то есть но не при этом не заставлять всех тоже так же делать чем проблема то есть людьми нравится когда им навязывать или вы это не понимаете я понимаю алия понимаешь доклад не разумею что по истории окрас доброход на ничего нормально не родилось то есть вы хотите сказать что один процент населения должен навязать девяносто девяти процентам свою волю и они будет спокойно сидеть и все это воспримут водники уже сейчас считают что обнаглели сильно патриоты на один процент российцов на завоевывать и у всех примусили ничего будет спереговориться яким там одному проценту трогу было и дарит шешей баронницы так что все мы хотим вас в том-то и дело что можно говорить в белорусском на белорусском языке но оказаться в итоге в кандалах это того белорусского языка толку не будет ну коли будут все вокруг по белорусской я буду как не будут делать просто два опять же сразу же вот вы сами говорите чтобы единственная идея обедение белоруссии вокруг языка вы же сами сказали что мы сейчас говорим на русском языке это своеобразные не языковые кандалы уже почему украине на передачах когда украинец говорит на море а с ним говорит на русском они как это все нормально вы заважали вы кажется украинец на море а с ним на русском а на какой море украине не удокладните чему никто на русском а украинцы на море вот хлопцы разумеет а вот это уже вы кажется не плываю вот это уже русском не русский вырос абсолютно калитика запросить зараз некоторые украинцы и будут разговаривать с нами по-украински и вы послухайте шояны кажись вот вас дерут убивает а вы тем временем говорите новому убивает моему ну блин не может быть только одна цель исключительно одна цель и она не может одна быть скажу один а что реально нас так вы не спорено что это важно конкретно в данный момент да вот говорит на русском языке то есть его вызывает ему нужна помощь и вы будете обращать я так понял на молода на каком языке как они национально кошель мы говорим о прикладных вещах в первую очередь а прикладных они о каких-то там фундаментальных это гражданин беларуси ады что разговаривает на русском языке когда нам конец и если такая рассуждать вот из-за таких людей зрения и не понимает никакой другой либеральная али вы не разумеете что я могу не допомогается так у вас фактически да мы не против мовы блин разговариваете на моем мы будем то есть если вы будете разговаривать вот разговариваете вы а мы до сих пор не поняли о чем он говорит я просто в шоке вы пытаетесь кому-то что-то сказать или донести он пытается сказать вот эту вещь вы все равно вывод я вижу вас определенную вещь такой мы против всех и всего не хлопцы давайте так или королельно развивать и включена змова и канонку это нормальный подыху коли вы только кажется ну да я не говорю что это ли вы кажется что мова можно потенка ли разбогателем так не пойти как мы это и сейчас и делаем данный момент то есть вы разговариваете вы просвещаете людей по сути то есть продвигаете а я вот у меня не матчу ванюши я вас посвятил не я у меня есть потому что у нас основная тема сейчас немножко другая мы вы вообще зашли на другую тему мы сегодня не обсуждали ни язык ни культуры ничего подобное у нас конкретно интервью было вот с человеком который устроил пикет а тема уже давно ушла на другое под теме нужно говорить непосредственно ну а теме как бы сказали уже давно то есть сейчас уже разговор идет о другом просто стрим я не останавливаю добра давайте по теме вы видите такого же монопозняка ведаем так ну что вы про его думаете националист белорус ну да и ну ставлю не ваша вот ваша меня вот например на него не знаю насколько насколько я знаю в данный момент он уже давно является гражданином сша но давно вы подразумевали так очень классную речь одну сказала зараз не той час как кидаться на амбразуры зараз частно запашивать некий потенциал силы но тогда мы этим и занимаемся для того и канал создали сегодня вышел на амбразуры так это его личное дело мышь не под мышь не говорим что все должны мы у него берем интервью просто спрашиваем зачем он вышел раз пусть расскажет как происходило как было задержание а я скажу что так не требует это кида не на амбразуру тогда я согласен я с этим не спорю просто мы хотели поговорить с человеком чтобы он рассказал людям которые вот не знают как это происходило из-за чего он вышел что его сподвигло на это является ли он членом каких-то политических партий каких взглядов он придерживается как происходил сам процесс задержания допрос как происходил суд как обыск происходил что произошло потом как сейчас дела обстоят то есть просто обычное интервью я пока что ему дали мне недавно знаем и он вышел на 25 25 века у парку так сама со стягом возле опера или где он был не упор парке а киевском сквере 24 на тогда вот то его натуральную милицию протокол суд я не веду чем поехал то есть мы дали там базовая там по моему ясноте кто не что там но это приватная позиция и дарыча и он навык нигде не рекламова то есть вы имеете ввиду митинг кхп бнф 24 марта в киевском сквере так а воршу корзу я про воршу расскажу воршу был а воршу это не веда был а то человек для себя фактично заработать для своего внутреннего стану сказать ну вот как вот тоже человек то же самое сделал мы не говорим что все должны выходить или что просто вот человек выше мы хотим узнать что его сподвигло на это и как говорится чтоб он высказал свое мнение и рассказал людям потому что многим интересно просто послушать вот что там произошло почему это интервью так ладно тогда стрим уже затянулся я думаю что мы уже давно дошли от темы стрим можно останавливать погоди кота ты уже остановил стрим а нет я планирую сейчас остановить погоди общение продолжится вне стримов я хотел бы сказать объявление что завтра может экономический стрим будет поводу экономики беларуси тоже 20 0